Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на портале Культура РФ и в Фейсбуке Центр Савянских Культур. Мы очень рады сегодня встретить вас в этом онлайн-формате на онлайн-лекции религиоведа Антона Гапунюка, который расскажет нам о почитании святых равнопостольных братьев и просветителей Кирилла и Мефодия в богослужебных традициях славянских народов. Помогать нам сегодня будет уже знакомая всем нам Анна Михайловна Ланцева. Да и вообще сегодня мы постараемся так лекцию разнообразить диалогами, триологами, беседами, обсуждениями, вопросами. Поэтому пишите, пожалуйста, кто нас смотрит на Фейсбуке в Одноклассниках, пишите, пожалуйста, ваши комментарии, чтобы мы могли их задать в рамках дискуссии внутри нашей сегодняшней встречи. Итак, сегодня мы говорим о Кирилле и Мефодии и об их почитании в славянских странах. Антон Евгеньевич. Здравствуйте, уважаемые коллеги, здравствуйте, уважаемые господа слушатели. Ну, действительно, эта тема очень интересная, и я думаю, что она очень хорошо тематически укладывается и продолжает ту общую логику рассуждений, которая у нас уже была и о чем уже приходилось говорить. Ну, например, в частности мы можем сказать, что на прошлой лекции, например, мы говорили, да, и услышали прекрасные песнопения Богородицы с усоном, если можно так сказать. Упомянули об общности бендиктинцев, то есть бендиктинской традиции, бендиктинского монашства на Западе, ну, в частности на фоне, да, в православной традиции и в западноевропейской традиции. Ну, я просто об этом тоже люблю упоминать обычно в лекциях, которые я провожу. И для православных, и для католиков это тоже все общие и актуальные темы. Здесь я хотела бы добавить, Антон Евгеньевич, сделать некоторый мост между наследием Великой Моравии, Чехии и Кириллом Мефодием, чтобы нашим слушателям было понятно, почему мы так от Чехии вдруг переместились к Кириллом Мефодиевской традиции. Мы должны понимать, что Великая Моравия – это то огромное государство Центральной Европы, вместе с тем это большой цивилизационный пласт, связанный с западно-славянской культурой, и вместе с тем из Чехии. Это тот пласт, который нас связывает с Кириллом Мефодиевским наследием, и вместе с тем связывает нас с традициями Запада и Востока. Да, огромное спасибо за комментарии, ну, безусловно. Дело в том, что я так полагаю, что дальше нас ждет разговор и о польских святых, и дискуссии по общей славянской проблематике в том числе, но сегодня у нас будет такая некая интермедиа. Между этим мы поговорим про основы традиций, основы традиций, которая была заложена славянскими и солумскими братьями. И при обсуждении, собственно, славянского и греко-римского наследия, надо сказать, что мы порой и сами не задумываемся, что разделение на своих и чужих может коснуться и нас. И на самом деле, чтобы избежать споров в разделении, и, как говорится, по заповеди Евангелия, нужно разбираться в причинах тех или иных, в частности, в первую очередь, культурных явлений и событий элементов. Ну и общность родных христиан, она в первую очередь связана с особенностями периода неразделенной церкви, как я уже упоминал, и, как ни печально, но грехи, войны, революции тоже сопровождают нашу жизнь, и поэтому важно порой, собственно, глубокое понимание и взаимное культурное и духовное единение между разными народами. В том же время надо сказать, что, конечно, для понимания причин и особенностей культуры и культурных различий в разных регионах, и в том числе и причин, кстати говоря, и разногласий, мы должны понимать отдельные феномены, с которыми сегодня как раз мы столкнемся и которые, я думаю, мы сегодня и обсудим. Чтобы разбираться с как раз такими культурными явлениями, нам придется коснуться таких моментов, как искусство славян в контексте Европы, прежде всего, я думаю, его центральной части, и, в первую очередь, как бы славянских регионов. Истории монашества тоже нам, я думаю, будет интересно сегодня, мы отчасти это тоже затронем. Ну, также, возможно, как бы отчасти даже история повседневности, например, там, ну, я думаю, история папства в меньшей степени нам будет актуальна. А вот порой такие данные могут дополнять исторические факты, историческую картину, да, такие вот, как говорят, сухие факты, исторические даты, хронологические схемы, которые просто обогащаются за счет культурных исследований. А в то же самое время надо понимать, что и сегодня многие историки говорят о том, что необходимо знать не только политические события, да, но и все-таки уделять большое внимание культуре. Я думаю, что нужно сказать, что у славянских народов мы можем, несмотря на принадлежность к разным культурным ореолам, увидеть удивительное единство, и вместе с тем, как бы, и различные культурные, в том числе, влияния. Дело в том, что именно святые Кирилл и Мефодий, они во многом объединили всех славян, и когда разделения еще фактически не было, когда разделение только еще активно начиналось, это были времена Фотия и времена так называемой Фотиевые схизмы, как говорят на Западе. Дело в том, что именно благодаря их усилиям мы имеем сегодня и не только нашу письменность и традицию, но и общие корни Востока и Запада в контексте славянских народов. Кроме того, надо сказать, что национальные святоотические памятники, ну, в том числе, оттолкования, ну, например, Гамилии, Схоли, и вообще географические шаблоны и произведения, и церковно-языковые традиции, они связаны с возникновением и распространением того же самого староболгарского, как это принято говорить, или старославянского, или его варианта церковно-славянского языка для различных христианских текстов. Здесь тоже хотела некоторое дополнение сделать. Дело в том, что когда мы с Иваном вели прошлые лекции, мы говорили о том, что до XIII века, вообще-то удивительный период, когда существовало единое пространство славянского языка, того языка, который был родственником праславянского, могучего праславянского древа. Так вот, до XIII века практически не было разделений. Вот эти вот языковые введения, скажем так, староболгарского языка или старочешского языка в Старопольске, они были очень очевидны и характерны. И частным примером может служить служба, древняя служба чешскому святому патрону Вацлаву, в которых ученые, как чешские, например, Вечерка или Вайс, так и болгарские, это ангелов, они видят эрудименты вот этого староболгарского языка. Это говорит о едином поле, на ниве которого трудились ученики святых Кирилла и Мефодия. Огромное спасибо. Вот сейчас как раз для частичной иллюстрации я бы хотел еще подключить мою презентацию к нашей лекции, и так далее мы могли бы уже на примерах увидеть некоторые детали. Так, прошу прощения. Единственное, что я попросил, только дать возможность немножко включать демонстрацию экрана, тогда я думаю, что получилось бы все, может быть, чуть-чуть оперативнее в этом плане. Спасибо огромное. И я бы сказал так, что на самом деле вот в наши дни мы имеем, собственно, не только переводы многих произведений и документов по истории церкви, но как бы отчасти, например, ну я бы сказал так, от себя немножко добавив, что довольно сложно для богословов сегодня порой приходится работать, потому что не всегда переведены отдельные статические, ну в достаточной степени переведены творения мужей апостольских, апологетов, там периода мученичества, но тексты сиренских соборов, разумеется, тоже и отдельных отцов церкви, но в том числе многие тексты, они просто недоступны, и в России они малоизучены, и в том числе отдельные памятники монашеской традиции, и восточной, и западной, и исторические примеры времен как раз активного миссионерства на Востоке и на Западе, и как раз вот этот вот период Кирилла и Мефодия, о котором мы дальше будем с вами говорить. Так, одну секундочку. А я пока хотел бы небольшой комментарий вставить в наш сегодняшний разговор, потому что при подготовке нашей встречи в интернете я столкнулся с таким мнением, будто бы Кирилл и Мефодий являются болгарами. Действительно, такая точка зрения, она в ряде взглядов современных, в первую очередь болгарских, она присутствует, но все-таки у нас нет оснований утверждать, что они были болгарами. По источникам, если мы можем судить, по житиям святых, видно, что они греки. Возможно, возможно, но это невелика вероятность этого факта, но возможно, их мать была болгаркой. Есть такая версия в житиях, иногда встречается, или не болгаркой, а славянкой, просто там не объясняется, какого ответвления славянского древнего этноса. Но то, что они сами не были болгарами, это однозначно. Они были греки, образование не получили греческое на английском языке. Такая небольшая ремарка. Это очень важная ремарка, на самом деле. Это очень важная ремарка. В комментариях нашего объявления. Потому что мы знаем, что они связаны с Солонью, и вместе с тем мы знаем, что на Балканах, то, что называется ныне Балканским полуостровом, славянские народы, южнославянские народы, они жили очень тесно, очень тесно, особенно до 12 века, и сложно даже сказать, вычленить те ареалы, которые там относятся сугубо к Болгарии или к Сербии. Поэтому вот это влияние, оно безусловно сказывалось, здесь я полностью согласна, отождествлять с болгарами никак нельзя Кириллу Мефодию. Безусловно, я бы еще добавил то, что вообще, конечно, давно уже ходят разговоры и версии по поводу того, что у Кирилла Мефодия могли быть какие-то, ну, если не корни славянские, то, по крайней мере, культурные связи богатые, ну, так скажем, в молодом достаточно возрасте, потому что, безусловно, не просто изучить чужой язык, да, а еще и создать для него весьма продуманную и очень хорошо проработанную азбуку, как мы уже увидим дальше, вот, это было достаточно нетривиальной задачей даже для того времени и даже для таких, ну, если можно сказать, лингвистов, как мы сейчас выразились, отчасти полиглотов, как святой Константин философ или, как мы сейчас его знаем, святой Керим, брат Мефодия. Но дело в том, что для Кирилла Мефодия славянский язык не был чужим. Мы вот как раз только что говорили о том, что Салун, этот город, город, в котором жили славяне, там могли жить не только болгары, там могли жить и сербы, там могли жить, выходцы из Охрида, и сейчас Охрид относится к отдельной государству Македония, а тогда этого не было, тогда это было Болгария, болгарское государство. То есть, по сути, это вот тот сплав южнославянских народов, который своим культурным потенциалом повлиял на греческую культуру. Вместе с тем, вот этот вот культурный потенциал славян был очень хорошо знаком Кирилл и Мефодия, поэтому славянский язык Кирилл и Мефодия знали хорошо. Это не было чужим языком для них. Конечно. Кроме того, помимо уже фактически того, что упомянули торговых связей и прочих связей, общекультурных и просто за счет миграции населения, надо еще понимать, что Охридская архипископия, как тогда говорили впоследствии, играла большую роль и фактически не без такого исторического прецедента, если можно назвать церковную единицу историческим прецедентом, то безусловно не без такого феномена появились независимые сербской и болгарской церкви, потому что они как раз позиционировали отчасти как наследники этих древних независимых славянских кафедр православных, которые существовали еще в период довольно ранний, в период Византии. Но это был еще период филитистских споров, о которых возможно сегодня мы тоже упомянем. Но я бы хотел немножко продолжить и сказать, что святые Кирилл Мефодий были связаны с научной монашеской традицией Константинопольской высшей школы, как раз о чем мы сказали, да, безусловно, они были людьми греческой культуры и греческого образования, и при этом они являлись также еще и миссионерами. Дело в том, что они, наверное, я даже так скажу, пожалуй, они, наверное, не менее известны, чем те же самые Патрик, Вилли Брор, Танцгарий, Бонифаций, или, например, Мина Грузинская, те же самые Рип Симей, Григорий Армянский, Августин Кентерберийский, то есть те величайшие как раз подвижники довольно раннего периода истории церкви, которые фактически являлись в буквальном смысле равноапостольными, потому что на огромных территориях, практически в целых странах создали независимую христианскую огромную традицию, которая существует фактически до сих пор. И для католиков надо сказать, что Кирилл и Мефодий могут еще как бы восприниматься как отдельные великие покровители в первую очередь славян, но также и всей Европы, так как они связаны не только с Востоком, но и с Западом тоже, о чем как бы нужно сказать, потому что мы говорим, конечно, о том, что они были безусловно людьми греческой культуры, греческого образования, греческие традиции, но в то же самое время они были неким мостом, как уже мы отчасти говорили, между Востоком и Западом. И надо еще как бы сказать, что в первую очередь мы не будем тоже касаться некоторых богословских дискуссий того же Востока и Запада, например, обсуждать известную трехязычную ересь, периоды действий как раз равнопосадных братьев, но для нас будут очень важны как бы другие вещи, ну мы, например, упомянули гипотезу о славянском происхождении святых братьев, да, и как бы в том числе ознакомство их с славянским языком еще в Салуне, но в то же самое время как бы я думаю, что у нас более будет актуален некий такой более общего плана обзор, который будет связан именно с нашей проблематикой, с нашей тематикой почитания святых братьев, в том числе, кстати говоря, я думаю, поговорим в значительной степени и о богослужебной традиции почитания, потому что сегодня мы говорим не просто о великих подвижниках, великих деятелей, там, создателей алфавита, но и в первую очередь о христианских святых, которые почитаются и на Востоке, и на Западе, и в первую очередь христианами, а не только как бы вот просто филологами, лингвистами, историками, да, и также просто жителями тех территорий, на которых и действовали братья, и которые впоследствии восприняли культуру и традиции наследия братьев. В то же самое время нужно сказать, что нужно сказать, что святые равнопосленные килиймны и фудии, они почитаются как бы и всеми славянами, как и просветители, но в то же самое время именно благодаря их трудам произошла христианизация не только славян, ну, вернее, нужно сказать не совсем так, не только славян тех регионов, где начиналось их проповедь, но и фактически за счет их подвижнических трудов мы видим, что текстовое наследие и текстовая традиция, традиция переводов была продолжена и в отдельных регионах, например, в той же самой Древней Руси. Безусловно, в Древней Руси мы не имели бы такого богатства культурного, скорее всего, связанного с христианской традицией, христианскими ранними памятниками письменности, если бы не миссия святых Кирилл и Мефодий, но я думаю, мы тоже упоминем чуть дальше. Кроме того, надо сказать, что в противовес господствующей тогда донести и до славянских народов, я бы сказал так, благую весть, как говорят христиане, на национальных языках, на родном языке для славян. И надо сказать, на самом деле, это было очень важно, потому что, если мы вспомним более поздний период, например, эпоху реформации, то надо заметить, что Мартин Лютер, объехав всю Германию, он поражался, насколько люди, насколько население вообще плохо знает свою веру. Дело в том, что как бы этого много связано было и с незнанием и непониманием языка, на котором шло богослужение, то есть незнанием латыни. И надо сказать, что литеранское богослужение до сих пор ориентировано на катехизацию. Но и в данном случае мы видим, что у славянских народов таких проблем было гораздо меньше. Дело в том, что как бы общенародное пение, которое мы видим сегодня у протестантов, и как бы возможно читать Библию на своем родном языке, она уже была как раз в период Кирилла и Мефодия, благодаря их святой подъюнической деятельности. Кстати говоря, в то же самое время тот же самый Мартин Лютер, он предлагал для обучения молодежи сохранять некоторые тексты на греческом, обратите внимание, ну, конечно, на латинском, безусловно, потому что было изначально основой язык Западной Церкви, но в том числе и на еврейском языках. Очень интересная параллель с учетом того, что семитские практики, скажем так, по крайней мере, отчасти семитские языки, были хорошо знакомы и святому Кириллу, который был человеком очень образованным. Надо сказать, что на ранних службах как бы тот же самый Лютер, он предлагал проповедовать, чтобы слуги и работающие не лишались некоторого наставления. А надо заметить здесь, что и святой Кирилл, он понимал, что люди, большинство людей, как бы это люди, которые живут простым довольно образом жизни, ну, кто-то возделывает землю, кто-то еще что-то делает, и, соответственно, для них тоже нужна некая адаптация, конечно, не адаптация веры, что недопустимо с точки зрения христианства, но адаптация некоторых культурных форм, то есть как бы применение это разумно к учету жизни и условиям жизни людей. И, безусловно, мы это тоже увидим дальше, когда будем говорить о традиции с их братьями. Позвольте мне некоторую ремарку сделать в контексте отступления протестантам. Я думаю, что со мной многие согласятся. Если уж мы заговорили о протестантов, едва ли Кирилла Мефодий одобрили то, что сделали в свое время протестанты. Едва ли. Но есть один момент, который связан с языковой традицией. Он связан с тем, что протестанты, в свою очередь, действительно обратились к миссии святых Кирилла Мефодий. И коль передовой в этом течении протестантском считается все-таки Чехия, потому что то, что проповедовал Янгус, потом было взято и уже соответственно продолжено на немецкой почве Мартином Лютером. Здесь надо сказать, что Янгус очень часто обращался к наследию Кирилла Мефодия, который был уже в Чехии подготовлен во время правления Карла IV и подготовлен также монахами Эммаусского монастыря в Праге. И вот это обращение к наследию Кирилла Мефодия Яна Гусса получило отражение в богослужениях, прежде всего в переводе богослужения на национальный чешский язык для Чехии, но и в исполнении древних песнопений, тех песнопений, которые мы как раз-таки в этой аудитории не раз исполняли. Это ранние песнопения, которые связаны с миссией салунских братьев Господине Помилыны, Богородица, ну и чуть позже Сваты Вацлы. Там присутствует единый славянский фонд лексикографический. Да, огромное спасибо за ремарку. Ну, на самом деле надо понимать, что, в общем-то, славяне сейчас уже давно имеют возможность слушать на своем наречии, и это было возможно более того даже в тот период, когда латинская церковь на всем протяжении, как бы, на всех территориях, я бы так лучше сказал, где она была распространена, просто не давала никаких подобных вариантов, и только фактически благодаря миссии с этой братьей в Хорватии имела такую возможность, и более того, как бы, святым братьям восходит, как мы понимаем, глаголическая письменность, которая связана с тем регионом, где такое подобное богослужение сохранилось, и как бы именно эта письменность изначально осознанная, более точно знаем, святыми братьями Кириллом и Фодием, ну, в первую очередь, наверное, Кириллом, смогла сохранить и на Западе какие-то элементы славянской традиции, да, без которых возможная миссия Яна Гуса как бы была бы несостоятельной, хотя он говорил порой, насколько я помню, что он опирался как раз на миссию, как уже Анна Михайловна добавила, Кирилла и Мефодия, а Людер признавался единственным предшественником как раз Яна Гуса, вот, не каких-то других радикальных реформаторов, а именно Яна Гуса. То есть, в некотором смысле, я бы так сказал, вот это вот древнее православное наследие, они хотя бы как-то повлияли не только на, как бы, латинский Запад, но и в том числе даже на протестантизм, то есть, поэтому это некий хороший мостик, путь к диалогу, о котором мы можем говорить. Я думаю, может быть, возможно, Анна Михайловна хотела бы что-то еще добавить. Я бы добавила о глаголице. Конечно, совершенно точно утверждать, что именно Кирилл создал глаголицу, мы не можем. Существует, существовали еще с 19 века, начиная с чешских исследователей Добровского, Шафарика, потом русского исследователя Ягича, различные точки зрения по поводу того, кто создал глаголицу, и до сих пор эти споры, историко-филологические, они не утихают. Естественно, филологи используют полиографические данные всевозможные древние источники рукописи. Но, тем не менее, есть такая точка зрения о том, что Кирилл и Мефодий все-таки создали глаголицу, как такой особый алфавит, алфавит аналитического свойства. И здесь же нужно сразу упомянуть те памятники, которые написаны на глаголице, потому что не было бы этих памятников, мы не говорили бы о том, что когда-то глаголица существовала. И среди этих памятников в первую очередь нужно упомянуть так называемые киевские листки X-XI веков. Это памятник находится в Центральной научной библиотеке Академии наук на Украине. Помимо этого, Осиманиево Евангелие X-XI веков, находящееся в славянском отделе Ватиканской библиотеки, Зогровское Евангелие того же самого времени, оно находится в Национальной библиотеке в Санкт-Петербурге, Мариинское Евангелие. Наконец, очень интересный Клоциев сборник XI века, который находится в Италии, а часть его даже в Австрии. Вот эти вот, да, еще можно привести Синайский Требник и Синайскую Псалти. Собственно говоря, это тот корпус глаголических памятников, на котором ученые основываются, говорят о том, что именно первым языком могла быть глаголица. Огромное спасибо. Ну, дальше я бы еще, возможно, хотел упомянуть немножко о дальнейшей траектории развития вот этих языковых вещей. Безусловно, удивительно было даже не это, удивительно было то, что когда в XIX веке в том числе и богословские справочники, словари признавали западную совершенно фантастическую на наш сегодняшний взгляд версию, что создателям глаголица был обложенный Иероним Стридонский, что совершенно, конечно, вызывает просто недоумение не только ученых, но я думаю, что и вообще любителей того периода, любителей той эпохи. Надо сказать, что версия о том, что Иероним был создателем глаголица, она пошла именно с эпохи Карла IV, то это тот период, когда Карл IV хочет повысить государство в контексте Священной Римской империи, и вот в это время создается Эммаусский монастырь, как я уже упоминала, в Праге, в самом центре, можно сказать, Праге. И этот монастырь посвящается таким патронам, как Иерониму, а также Прокопу. И в это время, да, как-то особый культ даже возникает Иеронима, связанный с тем, что он был причастен к глаголице, к тому наследию, которое было связано с Кириллом Футином. Однако, впоследствии, многие ученые это как раз-таки отвергали. Я думаю, нужно сказать, почему Святого Иеронима вообще связали с глаголицей. Дело в том, что он, насколько мне не изменяет память, надеюсь, происходил из Иллирии, из той провинции Римской империи, где сейчас находится территориально, ну, примерно, более-менее Хорватия. То есть, территория, где в средние века обитали славянские народы. Поэтому, для религиозных мыслителей того времени Святой Иероним ассоциировался именно с Хорватией, с хорватами. И поэтому, когда они читали в житии, что он происходил из Иллирии, они воспринимали то, что он происходил из Хорватии. Соответственно, он был хорватом. Значит, он был славянином. Значит, это наш родной, вот как в Чехии его считали, наш родной, святой, славянский один из... И даже считали, что он создал славянский перевод еще до Кирилла Мефодия. Была такая версия в средневековых книгах в Чехии, как раз Карла IV и гусицких времен, что первый перевод на славянский язык психологического писания сверчил Иероним Стридонский, которого так вот ошибочно считали славянином. И даже пришли ему какой-то перевод, которого никто никогда не видел и не сталкивался с ним. Но вот такая была легендарная история. Чехия вообще у нас окутана легендами и мы знаем, что многие хроники средневековые потом подвергались каким-то комментариям позднейших ученых. Среди этих хроник это хроника Пщебека Пулкавы, а также хроника Вацлава Гаек из Лебачан. В этих хрониках очень часто преувеличивается огромное значение Чехии наследницы Соломских братьев в том числе фигурирует как раз эта личность очень знаменательная Иеронима. Но вместе с тем вот это все-таки такое преувеличение значимости Иеронима в контексте Кирилла Мефодиевского наследия, но больше объясняется такими политическими, историко-политическими, культурными стремлениями Чехии. Я добавлю только чуть-чуть, потому что может быть не все знают, не все наши зрители знают, что Иероним Средонский конечно это действительно переводчик Библии, он перевел Библию на латынь, на латынь, то есть это действительно великий святой отец для западной церкви, потому что он перевел все священные писания на собственно латинский язык, но сувенидом он не был и сувенидский язык он не переводил, это средневековая легенда, которая не соответствует действительности. Хотя да, и даже в более поздних изданиях, например, собраниях разных письменностей алфавитов, которые делали не только иезуитские ученые, но и другие ученые, и светские порой, можно встретить славянский алфавит, приведена глаголица и написано, что предположительный автор, условно говоря, предположительный автор как раз вложенный Иероним, что сегодня мы не можем подтвердить. Но надо сказать, кстати говоря, по поводу второго алфавита, которым до сих пор мы пользуемся. Дело в том, что историческая миссия святых, конечно, связана с территориями, которые мы упоминали, но на самом деле только в Болгарии, как считается, сегодня их учениками было создано, я бы сказал, был создан тот алфавит, который мы называем кириллицей, которым мы пользуемся до сего дня. Действительно, фактически, если мы посмотрим на кириллицу и сравним ее с греческим алфавитом, любого практически периода, может быть, кроме совсем архаичных памятников, и здесь мы видим, что просто кириллица является стандартной адаптацией греческого алфавита для записи славянских слов, но на самом деле это было актуально не просто только в тот период, но, вероятно, могло быть распространено и ранее. Почему? Дело в том, что, как уже мы упоминали, были огромные торговые связи, более того, мы знаем, что и кельтские, как бы, возможно, и купцы тоже, ну, друиды, по крайней мере, точно, писали греческими буквами, записывали тексты на кельтском языке, то есть до изобретения Огама и других вариантов письменности. Соответственно, мы можем сказать и то, что в Болгарии и на территории нынешней Болгарии, в том числе в Солунии, в других регионах, где было много возможностей использовать торговые связи и пользоваться письменностей, просто использовали греческий алфавит для записи славянских букв, славянских выражений, славянских понятий, просто для того, чтобы это было, легко было использовать в рамках торговых отношений. Нужно сказать, что, и, кстати говоря, копские записи, копский алфавит, алфавит Ульфи Логоцкого, известного миссионера, к сожалению, он не был канонизирован, но просто это было вполне закономерно, потому что он являлся арианским епископом, а не православным, поэтому в православной церкви он не был канонизирован. Они тоже напоминают греческий алфавит. Я вот сейчас бы хотел просто показать. Вот можно сравнить. Ой, прошу прощения. Да. Вот можно увидеть сверху как раз алфавит. Для меня это правый верхний угол, это алфавит копский, и снизу как раз вот алфавит Ульфи Логоцкого. Действительно, если мы просто сравним это с греческим унициалом в рукописи, то отличий видно не так много, я бы так сказал. Ну и здесь еще приведен самаританский алфавит. Он тоже для нас, я бы так сказал, позднее пригодится в нашем разговоре. Дело в том, что надо сказать, что в глаголице, в глаголице, то есть алфавите, который, скорее всего, ближе к славянским братьям, мы видим буквы, похожие на еврейские. И не просто еврейские, а в таком самаританском изводе, в самаританском варианте еврейского письма. И более того, мы видим, что первый символ напоминает там фактически крест. Ну, он немножко видоизменен, но фактически это крест. И надо понимать, что в данном случае я бы сказал, такое совпадение очень не похоже на случайность, потому что только миссионер, который создавал для цели христианизации народа такую подобную азбуку, он мог начать свой алфавит с изображения креста. Вместо такой вот типичной буквы алиф, да, алиф это бык, вот, изначально, видимо, это были какие-то диаграммы, как это все писалось, но и это потом перетранслировал через финикийский алфавит в греческий, и вот, собственно, сохранилось как бы не до сих пор в кириллице в том числе. Вот, но в глаголице именно крест, хоть и немножко видоизмененный, начинает основной алфавит. Так вот, соответственно, надо понимать, что сохраняются как раз еще и азбучные молитвы, которые также, так скажем, транслируют христианские идеи, которые были важны для обучения бывших язычников новой грамоти, греческой вере, если так можно сказать. Там же был собранный корпус книг для богослужения, как бы вот, в том числе, кстати говоря, византийского обряда на славянском языке. Ну, как бы, тогда, как Святой Мефодий, согласно последним русским исследованиям, да, он служил по римскому обряду сам, по вот этому как раз глаголическому обряду, то, что сегодня было воспринято. Конечно, сейчас то, что мы знаем, как глаголический обряд, это гораздо более поздняя традиция, но, тем не менее, это более ранние формы, как раз пользуются, скорее всего, в архиепископии Мефодия. Я хотела бы здесь сразу сделать ремарку по поводу римского обряда Мефодия. Это тоже тема очень дискуссионная среди и историков, и литургистов вплоть до настоящего времени. Особенно интересны работы чешских исследователей на эту проблематику. Если мы говорим о том, что Кирилл служил по римскому обряду, то, во-первых, на каком именно языке служил и какую мессу он служил, это тоже вопрос, потому что существовали разные варианты мессы в различных областях. Но вот один из исследователей, опираясь на соответственно, более поздний исследование чешского литургиста Адама Адольфа говорит о том, что это могла быть месса Святого Петра. Но опять же, мы до сих пор не знаем точную структуру месса Святого Петра. А те находки, те рукописи, которые приписывались более разным, раннему периоду, потом было совершенно точно реконструировано то, что они все-таки позднейшие. Поэтому служил ли Мефодий по литургии римского обряда? Или все-таки какую-то другую службу они служили? Может быть, это был микс обряд с использованием восточных элементов? Нам до сих пор не совсем ясно. Это, во-первых, и во-вторых, мы помним опять же из разговора о чешской культуре, что в Чехии существовал один из ранних монастырей славянских, Сазовский монастырь, который находится в том месте, который до сих пор называется Сазово, на речке Сазовки. Вот этот монастырь основал Прокоп Сазовский, Прокопий преподобный. И этот монастырь, возможно, был биоритуальным. О чем свидетельствуют памятники из этого монастыря, потом пришедшие в Древнюю Руссию, повлиявшие на древнерусскую гимнографию. Ну, а во-вторых, этот монастырь своими славянскими тенденциями повлиял и на другие монастыри славянского мира. Подобные монастыри основывались и в Силезии, и в Польше. И даже вот это славянское влияние оказало, возымело свое место и в Венгрии. Да, ну вот я как раз хотел бы немножко дополнить то, о чем Анна Михайловна сказала, вот как раз двумя изображениями. Вот ранее, более раннего глаголического письма и более позднего глаголического письма, причем вы понимаете, да, что именно на глаголице как раз писались тексты римского обряда в Хорватии, и это был как раз тот язык, славянский язык, с одной стороны, тем не менее, по которому совершалось благослужение в рамках римского обряда, фактически в его форме сложившись после знаменитого Триденского собора, вот, и тогда, кстати говоря, видите, алфавит немножко, с одной стороны, он немножко более округлый, да, с более ранней версии, а с другой стороны, он больше приспособлен для печати, да, то есть он такой, он имеет, не то чтобы похож на готику скорее, да, на готический шрифт, но тем не менее, все равно он адаптирован. Кроме того, вот в данном случае я бы еще показал следующий слайд, где мы можем видеть как раз песнопение римского обряда, записанное как раз на той же самой глаголице, вот, если вы посмотрите на центральную картинку, справа изображено богослужение, как раз, вот западные традиции, сверху, вот как раз это, посмотрим мы сегодня пример глаголической службы, и в данном случае я не знаю получится ли завести аудио, здесь есть вариант, сейчас попробуем, очень плохо слышно, но это принципиально ничего не меняет, дело в том, что по крайней мере здесь мы можем разобрать, я специально сделал такой фрагмент, где не очень хорошо слышно, просто для того, чтобы мы обратили внимание не на музыку, а на то, что это общенародное пение, дело в том, что общенародное пение как раз, песнопение место, что вообще было просто крайне редким явлением до протестантизма, оно было, кажется, расстроено в Хорватии, более того, считается, что уровень духовенства был довольно низким, и поэтому просто невозможно было всех заставить служить на латыни, хотя были многочисленные попытки это сделать, и вот в центре мы как раз видим записанные западными вариантами нотации, песнопение на, на вот этой, вот в этой глаголической традиции, фактически это видоизмененный римский обряд, вот, ну, в данном случае, вот мы можем посмотреть с вами пример, как служба совершается и сейчас, и примерно в тот же период, как раз после Тридентского собора, оно выглядело примерно так, вот, то есть, в данном случае, это меса при свечах, где много свечей ставится, раратное меса, насколько я помню, вот изображение, это потому что здесь духовенство белых облачений, сейчас как раз идет у католиков период адвента, вот, и такие месы очень активно совершаются, вот, ну, и по поводу четки просто приведены как элемент общей универсальной традиции, а сейчас я думаю, что мы могли бы посмотреть с вами, видеть пример вот этой глаголической службы, давайте просто попробуем посмотреть. Антон Евгеньевич, да, а вы нажали все-таки общий звук, то, что я вам говорил? Мне кажется, мне кажется, он должен быть. Да, проверьте, пожалуйста, потому что, когда выключили аудио, было вообще не слышно. Аудио было не слышно. Давайте попробуем сейчас, есть ли, и будет ли звук сейчас? Нету, нету, нужно включить эту галочку. Прошу, а сейчас, где это лучше нажать, если уже открытые презентации? Так, это в зуме, в демонстрации экрана, там должны быть параметры, и надо выбрать общий звук, и общее видео. Да, сейчас не секундочку. Вы ищите общий звук, Антон Евгеньевич, пожалуйста, уточните, мне вот очень было бы интересно, если хорваты восприняли вот эту традицию глаголическую Кирилла Мефодия, то каким обрядом они служат, да, какая месса характерна для хорвата глаголяшей? Именно это влияние потом действительно окажется насажденный на чешскую почву, когда мы речь идем, ведем об Имаусском монастыре. Какова традиция литургическая? Дело в том, что богослужение глаголической традиции, оно считалось так называемым переводом тридентского обряда. Так и говорили, это тридентский обряд на церковном славянском языке. Очень интересная закономерность, очень интересная зависимость, но в то же самое время надо понимать, что сегодня, конечно, глаголическое богослужение в таком формате, то есть фактически тридентское богослужение, чистый римский обряд, практически переведенный, с текстами переведенными на церковно-славянский язык, он не служится, потому что Второй Ватиканский собор уже допустил использование национальных языков богослужений. И, соответственно, эта возможность использования национальных языков, она фактически упражняет необходимость использования более архаичных форм языковых практик, например, того же самого церковно-сноаминского языка, поскольку сегодня можно служить на родном хорватском языке или каких-то других языках национальных, более-менее универсальных. Поэтому здесь в данном случае... У меня вопрос заключается по поводу литургической практики. Как мы с вами помним, тридентский обряд – это обряд более поздний, он относится к эпохе контрреформации. Я веду речь о том, а что было до Тридентского собора, если хорваты переняли глаголическую традицию Кирилла и Мефодия, то как они могли преломить это в своей литургической практике? Это очень интересный вопрос. А, безусловно, я понял. Вы говорите, как раз я хотел это в том числе упомянуть, вы говорите про период, я бы сказал, немецкий период, тот еще период, когда действовали стрики Кирилла и Мефодии. Но в данном случае я полностью соглашусь с тем, что вы уже упоминали. Дело в том, что тот период на самом деле весьма загадочен, потому что было много региональных различий и региональных традиций, региональных обрядов. Дело в том, что тогда существовал аквилейский патриархат, который находился практически... Он в разное время был независим, потом он примкнул к Риму, и, вероятно, элементы его каких-то практик, отголоски его практик, могли быть распространены, в том числе на тех регионах, где распространялось вместе с их братьев. Поэтому, безусловно, это не был чистый римский обряд, просто за счет того, что чистого римского обряда в тот период просто фактически не существовало. Существовали его региональные различия, его региональные варианты, и только на Триденском соборе один из таких региональных вариантов был воспринят и, что называется, был назван римским обрядом, хотя на самом деле это, безусловно, не чистый римский обряд, который транслировался и передавался испокон веков, а это просто была одна из его местных вариаций. То есть мы можем заключить, что хорваты восприняли аквилейский обряд, но с учетом вот такой языковой традиции, связанной с Кириллом Мефодиевским наследием, верно? Я не согласился бы с тем, что это аквилейский обряд. Дело в том, что у нас есть не так много, ну, по крайней мере, насколько мне известно, памятников, которые связаны были бы и описывали чисто этот аквилейский обряд. Скорее всего, это была какая-то общая традиция смешения разных практик, тем не менее сохраняя основной римский костяк богослужения. Я бы сказал, скорее всего, так. Беусловно, это, возможно, могло быть влияние и Милана, и отчасти аквилеи, потому что какие-то следы в рукописях подобного плана отчасти можно, видимо, найти. Но и влияние, безусловно, здесь невозможно заключать периоды более позднего, а когда это, понимаете, формировалось уже в средневековое время, да, то есть уже в период, например, зрелого, того же самого зрелого или развитого в средневековье, то здесь мы видим и влияние, безусловно, и французских чинов, да, и влияние, как бы, ну, тогда еще не было чисто в виде французских чинов, да, это были и германские, общегерманские, да, это были немецкие чины и французские чины, да, то есть то, что было заложено после периода династии Каролинга. Ну, я думаю, об этом я еще упомяну сегодня. Это очень важно, потому что, получается, остается некой проблемой, мы не знаем даже до конца, какая именно литургическая практика была характерна для хорватов. А вместе с тем мы понимаем, что хорваты являются очень важной составляющей частью славянского мира. И в средневековье наследие хорватов и литургическое, и культурное, и историко-культурное, оно влияло и на южнославянские государства, ну, в частности, на Сербию. Это очень важно. Да, 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 я соглашусь полностью с этим. Более того, уже упомянутая нами литургия апостола Петра на самом деле сохранилась в довольно поздних рукописях и фактически представляет собой де-факто византийскую литургию, когда вставлен евхаристический канон, как выражаются литургисты, то есть основная молитва для освещения хлеба и вина из римской практики, но еще отдельные песнопения из римской практики. Поэтому, безусловно, какие-то взаимодействия, возможно, даже смешения чинов более поздние, они просто существовали и были законоберностью. И даже в афонских рукописях, скорее всего, встречались подобные тексты. Мы известно, что отдельные рукописи такого плана были у русских староверов, то есть, возможно, эту литургию апостола Петра могли совершать и в Древней Руси. И потом только эта рукопись известна замечания епископа Иеронима Шоу, литургиста западного, которое обсуждалось в православной энциклопедии с более, как им казалось, академических позиций по поводу того, насколько старобрядцы сохраняли эти древние практики универсальные, в том числе западные практики и древние иерусалимские практики, которые влияли тоже. Но, безусловно, эта рукопись, она просто потом попала в Турцию и там была властями изъята. К сожалению, сегодня судьба ее неизвестна, но аналогичные рукописи тоже существуют. И вот эта литургия апостола Петра, которая была сегодня упомянута, она довольно известна сегодня ученым, но все равно представляет собой большой... Ну, вместе с тем, да, я занималась специально этой литургией апостола Петра в контексте чешской истории, чешской литургистики. Я знаю, что наиболее ранняя рукопись, она датируется концом 14-го начала 15-го века, а эта рукопись была найдена в Ватиканской библиотеке. Поэтому говорить точно о том, что святые Кирилла Мефодия служили на... служили вот этой литургии, да, литургии Святого Петра, вместе с тем мы говорить не можем. Это тоже верно, абсолютно. Я думаю, сейчас у нас получится немножко услышать звук, но хочу обратить ваше внимание, что это так называемая читанная месса, то есть месса без пения. Церковно-славянское пение, да, вот общенародное пение, оно было широко распространено, но в данном случае большую часть служб, священник также мог слушать просто тихо, вычитывая их, стоя, видите, вот у алтарной преграды перед алтарем, вот, и, соответственно, рядом с ним мог стоять только всего лишь один служитель, который вместе с ним читал текст. Давайте посмотрим фрагмент. Обратите внимание, как тихо. Дело в том, что это не у нас были акустические элементы, связанные со звуком. Дело в том, что в таком виде, в средние века, люди слышали богослужение, читанное тихое богослужение. Если они сами не пели на петом богослужении, альтаржественном, в воскресные дни, то вот именно так тихо священник, даже на церковном славянском, вычитывал у алтаря службу вместе со своим помощником. И люди, вот это было максимум всего того, что было доступно людям как раз в период, ну, и до, немножко некоторых период до Триденского собора и после Триденского собора. Несмотря на то, что месса была на церковном славянском языке, все равно она не была в полной мере доступна для людей. Обратите внимание на это. А это прям было массовое явление, что ли, что как тихо читали? Я думаю, вот там исключение исправило. Абсолютно, абсолютно, совершенно верно. Более того, в средние века, ну, к сожалению, сегодня мало к этой тематике обращаются, я, наверное, один из первых, кто этот вопрос поднимает, в нашей стране не совсем первый, безусловно, но тем не менее. Дело в том, что не просто было тихо слышно, а практически вообще ничего не слышно. Если мы посмотрим на средневековое изображение вообще, ну, западной иллюстрации, мы видим, что люди собираются вокруг алтаря, чуть ли не там, не облокачиваются на этот алтарь, ходят собачки, за что Древней Руси критиковали Запад. Вот, то есть, как бы они приходят там чуть ли не всеми домочадцами на богослужение и вслушиваются в то, что тихо священник там что-то читает у алтаря. Вот. А если даже, если служба поется, все равно обычно в больших храмах или монастырях существует такая вот фактически преграда. Это, она напоминает наш иконостас византийского обряда, но тем не менее, это не иконостас совсем, а это преграда хора. Это именно преграда для отделения поющих, то есть, как бы, монахов в первую очередь, или каких-то священников, которые поют в западной церкви, от людей. То есть, люди просто не слышали чаще всего. А если слышали, то слышали, ну, как бы, возможно, и хорошо за счет акустики храма, вспомните, насколько, как бы, архитектура ориентировалась на акустику, но они практически ничего не видели. Если была какая-то центральная дверь, как наши царские врата, что они видели, да, то есть, как бы, ну, они видели какие-то перемещения по услужителей, но все равно это было мало заметно. Единственное, что Евангелие и чтение апостола, так называемые, да, эпистолы, ну, это существо во всех обрядах, вот, оно производилось, да, обычно как раз либо сверху этой стены, либо откуда-то с центра, то есть, люди это, безусловно, могли и видеть, и слышать. Но вот так, вот такой интересный был момент. Какой тогда смысл глаголического-то тогда богослужения, если его никто не слышит? Вот вопрос. Вот, я с вами полностью согласен. Более того, я специально привел этот пример, чтобы, как бы, вопрос этот, я бы сказал, актуализировать. В действительности это была большая загадка, но удивительно было не это, удивительно было то, что если глаголический обряд, люди хотя бы могли, видите, они знали песнопение, могли использовать общенародное пение, как сегодня, например, можем в практике современной увидеть, то как же тогда, тяжело было людям воспринимать богослужения в тех регионах, где латынь была совсем практически неизвестна, например, скандинавские страны, которые в итоге стали, кстати говоря, все лютеранскими, или в Англии, например, где все-таки язык, он, конечно, сильное влияние романских языков было, но, тем не менее, все-таки английский не снисят нести их к романским языкам. Но, кстати говоря, обратите внимание, Франция та же самая, Италия, даже Испания, регионы, где языки относятся к романской группе, они как раз считаются странами в доминирующей форме, сохранившими католицизм. А все другие регионы, это страны, которые фактически либо ушли в протестантизм, либо имели какие-то другие формы. Вот до Второго Ватиканского Собора этот спор был, безусловно, актуален. Поэтому я привел такой интересный пример. Но, на самом деле, продолжая разговор, я бы сказал, что вообще в истории мы знаем, что заложенная святыми и традиция, и языковая, в первую очередь, ну, кстати говоря, и географическая, вот, например, особое почитание Става Климента, вот, и полемическая, полемическая, да, вот та же там, апология христианства перед прочими системами идей, да, и апология православного веручения перед такими вот активными немцами, да, которые в то время и Рим не поддерживали, потому что мы знаем, что в Риме филиоква это уже самое было отчасти запрещено, это была не доминирующая была практика, вот, а в Германии, наоборот, благодаря как бы вот определенным политическим идеям эти вещи распространяются, которые потом стали одной из важных догматических причин разделения церквей. Ну, надо сказать и то же, что как бы вот глаголица та же самая, она дала не просто начало глаголическому обряду, да, кстати говоря, еще хочу добавить, это мало кто знает, до XIX века суточные службы, та же самая вечерняя, там, ну, по вечере, по лучшему, которому хорошо знаем и в византийском обряде, служились на, тоже на славянском языке. Глаголическая вечерняя, тоже широко известная практика, и она совершалась публично очень часто, вот, но дело в том, что в XIX веке духовенство, вот, как бы, то ли его уровень культурный, наоборот, повысился, что они хорошо знали латынь, то ли он, как бы, мог, наоборот, быть не очень высоким, об этом тоже говорили, но училось духовенство часто не на территории своей родной страны или, например, в каких-то других местах, и латынь им приходилось знать, и поэтому в XIX веке, такие, я бы сказал, ну, вычитывание духовенством суточных служб, ну, по крайней мере, келейны для себя, на церковно-советском языке фактически, ну, не то чтобы упраздняется, но приходит в упадок, вот, и только вот месса, тот фрагмент, который мы увидели, читанная месса или торжественная с пением народа, она сохраняется на, как раз, церковно-советском языке. Мы только сейчас говорили, вот, как раз-таки, о тихой мессе, Иван задавал вопрос, а почему она тихая, и ведь, как может народ услышать эту мессу? Вы знаете, у меня сейчас возникло такое предположение о том, что глаголица, перенятая только в Хорватии, и, в общем-то, сохранённая в Хорватии, она считалась как особый святой язык, который переняли хорватские монахи, вообще хорваты, да, глаголяши, это сакральный язык, и, возможно, именно с этим сакральным статусом и связано чтение тихих месс, потому что, если говорить о западнославянском регионе, скажем так, о Чехии, о Польше, в меньшей мере, о Словакии, там глаголические службы не так часто использовались. Да, это были повседневные службы, но вместе с тем были и даже немало именно такие петые мессы, причём петые мессы могли отличаться от торжественных месс, то есть всё-таки, я так полагаю, вот эти глаголические тихие мессы в Хорватии, а здесь как раз я вижу пример взятый из Загреба, столицы Хорватии, то есть они всё-таки связаны с сакральным статусом языка святых Кирилла и Мефодия. Да, безусловно, но, надо сказать, и уже упомянули, что Польша, конечно, та же самая, например, была связана, безусловно, в большей степени и с латинской традицией. Но я думаю, что мы немножко поговорили про тот ранний период, когда нам чуть меньше понятно, на самом деле, или по поводу богослужебных практик и всего прочего. И я бы всё-таки хотел ещё обратиться к восточной традиции, которая для нас, для территории России, является, по крайней мере, доминирующей, и, безусловно, не менее значимой. И надо сказать, что наследие учеников Кирилла и Мефодии, оно дало свои входы как раз в Болгарии. И там перевелись переводы византийских текстов, возможно, основаны ещё на ранних версиях самих славянских братьев, славянских переводчиков. И переводили они, скорее всего, воскресные службы и апракас, да, то есть это, соответственно, примерно приведённые воскресные субботние чтения для, ну, если можно сказать, ранних вариантов, связанных со студийской, как кажется, традицией, которые, вероятно, были созданы братьями вместе с переводом псалтыри, библейских песней, и, как бы, безусловно, были необходимы, крайне необходимы для богослужения, и богослужение без них просто невозможно было совершать. Кроме того, мы знаем практику, что по часословам в псалтыре, да, учили детей в Древней Руси, и это была очень распространённая практика, такие вот, не просто, вот самые основные богослужебные тексты, богослужебные книги, они были широко распространены и для, в том числе, и для образовательных целей. Надо сказать, что многие рукописи сделаны позже, то есть, как бы много сборников всё разного времени, например, там сборник Лот содержит в Гамиле, да, Синайские фхологии, упомянутые, которые включают как бы в себя требник византийский, в части служебника ранее там тоже присутствовали, и туда, кстати говоря, интересно, добавлено такое смешение традиций, часть Мерзебургского пренитенциала, и вот, есть ещё пражские глаголические отрывки, тоже, кажется, мы их упоминали сегодня, которые включают тоже византийские фрагменты, и, ну, вот, упомянутые уже киевские глаголические листки, да, киевские глаголические месса, так называемые, это, наоборот, как бы ранние тексты, основанные на, как бы, латинском обряде, латинских практиках, ну, вот, и старые рукописи, следует заметить, содержат только глаголицу, и только более поздние содержат кириллицу, поэтому, как бы, делается тоже отдельный вывод на тему того, что, безусловно, кириллическая письменность, она более поздняя по своему происхождению, нежели, чем глаголическая. Тем не менее, кириллическая традиция связана именно с Болгарией, и именно из Болгарии сты, как бы, братья, и распространение, ну, как бы, наследие стыб братьев, скорее, позволило распространить византийский обряд, в том числе и литургические книги, того, как бы, более позднего периода, но основанные на этих практиках, были восприняты на Руси, и в данном случае мы смогли, как бы, характеризовать, на самом деле, отчасти литургическую традицию западных и южных славян, но при этом следует помнить, что их практика, и Рима, и порой, как бы, вот, по старообрячественным влияниям у нас такую зашоренность, я бы так сказал, люди делят мир на восток, запад, да, хотя, на самом деле, могло быть разделение пойти по-другому, например, север, юг, или как-то еще, вот, и надо помнить, что везде, конечно, было что-то хорошее, и стыб братья, как раз это учитывали, это использовали, здесь речь не идет о каких-то культурных дихотомиях, да, в первую очередь, как бы, о религиозных разделениях, но в то же самое время надо учитывать, что культура регионов, она была самоценной, независимо от того, где и как поступали люди, где и как были, так скажем, какие-то разногласия, разделения, и надо понимать, что культура обрядовых традиций славянских народов, она была особенно значимой, поэтому она нас так интересует, и как бы, она обобщала в себе различные традиции отдельных регионов, то есть славяне, они как бы впитывали в себя, имея большой свой культурный плац значительной традиции, они как бы еще аккумулировали в себе лучшие стороны во многом других традиций. Я вот как раз здесь хотела вставить о богослужебных, точнее, богослужебных традициях, связанных с языком, о южнославянских народах. И когда мы говорим о том, что переводы, во многом переводы были сделаны в Болгарии учениками Кирилла Мефодия, мы должны понимать, что в Болгарии была такая ситуация, когда тот, так сказать, получающий свое развитие язык, кириллица, он сосуществовал с греческим языком, и это было нормально. С одной стороны. С другой стороны, если мы берем Сербию, мы также должны понимать, что вот это болгарское наследие святых учеников Кирилла Мефодия, Климента, Наума, Горазда, Ангилярия, оно также повлияло на сербскую культуру. И вместе с тем в Сербии сосуществовало аж три языка. Это кириллица, это глаголица, как ни удивительно, но она существовала. И в конце концов латинский язык. И вот эти вот три языка, они существовали вместе в некоторых регионах, просто даже разделить невозможно было, где какой язык доминировал. Безусловно, но надо сказать, что с святыми как раз Кириллом Мефодием связана вообще сакральная традиция языковая, потому что сакральный славянский язык не являлся просто обычным стандартным языком, типовым. Туда было добавлено много христианских явлений, описания явлений христианского вероучения и отдельных понятий. Поэтому он, безусловно, привел особое сакральное свое значение и с святыми братьями связаны, и алфавитные молитвы, и вообще сакральные переводы. И надо помнить, что трансляция культуры и письменности, она была тесно связана со священными текстами из-за неправильных переводов, которых можно было юридиком прослыть в тот период. И позднее Геннадийская, Елизаветинская и Библия, они, кстати говоря, обращались к наследию текстов основного как бы переводов, в общем-то, заложенных традиций, перевод заложенный тогда. И синодальный перевод, кстати говоря, известный на русский язык, он составался, в принципе, только для домашнего чтения. Он не был ориентирован на это. Вот. А языковые традиции переводов, они сохранились, несмотря на то, что существовали и изводы того же самого церковнославянского языка, староболгарского, который временно равнопутственных братьев был фактически почти единым во многом у славян и, по крайней мере, доступным для понимания не только в регионе, где они проповедовали, но и на других территориях. И, кстати, говорят, у нас на Руси проблема была в другом. У нас после Никонской справы переводы порой было трудно понять, потому что они настолько были ориентированы на греческие тексты, что до Никонской переводом порой, на мой, по крайней мере, субъективный взгляд, и я думаю, не только на мой, я разговариваю с священниками, отдельными людьми, они говорят, да, безусловно, как бы язык кажется более понятным. То есть, как бы, с одной стороны, вроде бы хотели как лучше сделать во времена Никона, но получилось так, что отчасти даже ранние тексты порой были более ясными с точки зрения современного русского языка. Но нужно заметить, что... Никон Евгеньевич, давайте разъясним слушателям, что такое азбучная молитва, ведь это очень важный славянский жанр. Да, Анна Михайловна, прошу вас... Который получил свое развитие в Болгарии. Пожалуйста, пролейте свет на этот жанр. Ну, дело в том, что это особо интересная очень традиция, когда... Вот тут как раз приведен, я надеюсь, что в значительной степени по крайней мере это видно, что когда по алфавитным буквам, по принципу акростиха, то есть, ну, или, как говорят, крае Гранесси, каждой буковке или каждому начальному символу, это расстроено было, кстати говоря, и в песнопениях, особенно в византийском обряде, соответствовала какая-то определенная логика, какое-то определенное слово. Ну, например, в каноне автор мог подписать крайними буквами свое имя, имя как автора. Такое, конечно, мы знаем, что в Средневековье это эпоха, когда... эпоха анонимная, в первую очередь, когда люди отдавали все Богу и приносили себя Богу, но, тем не менее, авторы порой так делали. А здесь мы видим обратный пример, очень интересный, когда, наоборот, христианские истины излагаются в порядке следования букв церковнославянского алфавита. Например, вот буква А. А словом сим молисься Богу. Боже все тварь и зиждитель. Видите? Аз, буки, да, дальше ведди, видимый и невидимым. Да. Г, глаголь. Господа духа послеживущего. То есть, видите, много существует различных варианций подобных, но, тем не менее, благодаря такому обучению языку, как я сказал, да, благодаря обучению, через псалтырь, через ослов, люди постигали традиции и впитывали в себя не только язык, но и христианские истины. Более того, за счет обучения латинскому и греческому языку в семинариях, ну, это была западная практика, у нас до XIX века учились так, то есть попутно получая знания, даже о вере, хотя, казалось бы, это тоже преподавали, да, отчасти, но, тем не менее, из изучения языка попутно получали все остальные знания. Вот этот момент, он как бы тоже был связан с довольно ранней практикой, довольно ранней традицией. Вот, и надо сказать, что на самом деле вообще традиция переводов и научения христианства, она была распространена в тот период, и есть даже как раз уже Анна Михайловна упомянула версию, что, и как бы спасибо Троичеву за то, что уже было сказано, что блаженный Иероним о его роли, но дело в другом, дело в том, что сегодня более как бы академичные подходы предполагают, что до Кирилла Мефодия уже были сделаны, вероятнее всего, какие-то самых-самых базовых молитв, например, «Отче наш», переводы уже были сделаны кельтскими миссионерами, потому что мы знаем огромная кельтская традиция, мощнейшая, ну, просто тоже приходилось с этим сталкиваться, она распространяла не просто какие-то миссионерские идеи, да, и монашеские традиции, она очень сильно активно влияла, сегодня издаются монографии, например, на тему того, могли ли кельты, да, влиять на север, на север, в том числе, и Руси даже, потому что наши новгородские кресты, да, они фактически имеют ту же самую кельтскую форму, а кельтская церковь, она была вообще независимой, не просто независимой, она принципиально независимой, до XII века, она была, ну, в Ирлании, в частности, да, она была не просто независима от папы, она, трудно сказать, ну, возможно, она слышала о каком-то разделении православных и католиков, хотя тогда таких терминов, я думаю, у него даже в голову не приходило, он говорит, ну, конечно, поссорится Рим, Константинополь, но это их личные проблемы, а у нас кельтских миссионеров, да, или русских, то есть как бы вот, или, например, там славян, противоречий не просто нет, их и не было, но тем не менее, культурные пласты и культурные традиции были очень сильно различны, и вот эта миссия Добта Криха, как славянизированная, Добта Грека, вот, она, возможно, уже перевела какие-то первые начальные, буквально, самые основы молитв еще до Кирилла Мефодия, но это тоже довольно дискутируемый вопрос, но надо сказать, да, вот я хотела как раз-таки в продолжении этого сказать, что существует точка зрения, что кельтские миссионеры, в частности, миссионеры из Ирландии, они пребывали в Великую Моравию, и вот эти, действительно, переводы на другие языки, точнее, с этими переводами на другие языки национальные были знакомы, жители Великой Моравии, действительно, это связано в последнейшем с практикой Кирилла Мефодия, но вместе с тем, надо понимать, что те переводы, которые сделали Кирилл и Мефодия, это переводы оригинальные, и они не могут быть сравнимы с теми кельтскими переводами, которые имели, там, ну, так сказать, вели в качестве образца, да, жители Великой Моравии, это совершенно несопоставимая вещь. Более того, я бы сказал, что миссия Кирилла и Мефодия, она была действительно уникальна, и ничто не может, я думаю, оспорить, их роль как просветителей и первых переводчиков в значительной степени. Почему? Дело в том, что только они добились полнейшего успеха, и только они добились христианизации, и фактически, как бы, ничто не сможет сравниться с их подвигом, потому что они для этого делали очень многое, они не просто ездили в Рим, приехав, вроде бы, будучи греками, да, и распространили свое влияние, и, как бы, Мефодий стал архиепископом, фактически, это очень высокий пост для того времени, сейчас, наверное, сопоставимый, возможно, с кардиналом, да, если Кирилл принял в Риме монашество, ну, как бы, хотя, трудно сказать, вот, был ли он игуменом, да, ну, на западный термин аббат, вот, но это просто очень интересно, потому что это были действительно люди очень высокопоставленные, кстати говоря, я дальше хотел бы об этом сказать, по поводу традиций изображений, с этим, по поводу почитания, здесь надо сказать, что Кирилл, он, как бы, был не просто выходцем из византийской традиции и византийской учености, да, а был наследником древней, древней христианской восточной практики, восточной традиции, в частности, той же самой, ну, которую, помним, да, знаменитая Александрийская, Антиохийская школа, да, потом еще была на востоке Низибийская школа, и, ну, на западе тоже, кстати, была образовательная деятельность, там был монастырь Виварии знаменитый, да, где был создан, вероятно, либо причастник, либо как альтернатива бенедиктинского устава, который потом распространился везде, вот, и как раз каролинги в рамках вот этих традиций западных, образовательных, переводили отченаж и символ веры, пытались, чтобы люди их знали, видимо, из этого ничего не вышло, чем того, что в 16 веке как бы была полная неграмотность, да, мы видим на западе и полное незнание и вероучение, вот, но, в первую очередь духовенство требовало знания от народа чего? Знания веры, и как раз вот эта вера, которую порой, кстати говоря, каролинги, не восток, которую каролинги даже не вполне понимали, потому что были споры такие иконоборческого плана, как бы, тенденции у них, и как бы тенденции воспринимать как Библию для неграмотных, да, священноизображений, в отличие от восточного догматического понимания иконопочитания, ну, и, кстати говоря, да, отчасти, между прочим, протестанты, и Лютер считал уже упомянутый наследником вот, как раз, такой средневековой традиции, был такой немножко романтического полета человек, вот, и, возможно, он этого оттуда взял, то есть, из ранней средневековой традиции, но Кирилл Мефодий, они это как раз транслировали вероучение в том виде, в котором они это запомнили, столкнулись с ним на Востоке, за что, за что, как бы, их и упоминали и критиковали, в первую очередь, и, кстати говоря, тоже те же самые немецкие клирики и духовенства, и которые столько словно создали, в том числе, на пути их почитания дальнейшего. Надо сказать, что во Франции, кстати говоря, в той же самой, и в славянских странах, да, вот эта вот образовательная традиция, она очень была тесно связана с Кирилл Мефодийской традицией, ну, понятно, что европейские университеты, да, они происходили из монастырских школ, о чем я уже говорил, вот, и надо сказать, что вот эта вот база, она, безусловно, не была изолирована от Востока. Ну, и в наши дни, конечно, мы сегодня, сегодня нам это трудно, наверное, понять, потому что у нас подъем демократизации, там, в 90-е годы, непонятно, как такая монашеская изоляция, да, как-то такое внутреннее перевоспитание себя может быть связано с академической ученостью или чем-то подобным, но на самом деле, дело в том, что в монастырях ведь хранили лучшие книги, и более того, в монастырях учились и дети богатых людей, и чиновников, и политиков, и благодаря тому, что огромные библиотеки существовали в то время именно при монастырях, именно там могла сохраняться академическая образовательная традиция. Ну, те же самые знаменитые, например, евргетитские, студийские, манганские монастыри, Киев-Печерская наша лавра, как бы, да, в Киеве, наши троицы-Сергиевые лавры, они, безусловно, имели такое значение, вот, и троицы-Сергиевые лавры, да, Киев-Печерская лавра как образовательный центр, они до сих пор выполняют эту определенную функцию. В Риме, например, тот же самый Нил Розанский в 2004 году создал студийского плана монастыря Гроттофера, а вообще юг Италии, он вообще был без греческого, так скажем, не то чтобы происхождения, но греческое влияние было там сильным, вот, и, как бы, там монахи, и, кстати говоря, хотя вот эти Гроттофератские монахи, они убегали к Бендикинцам, Субьяка на время, да, и где-то было в 16 веке локонизации, там ввели пресники, пресный хлеб, там, алтарь, немножко сделали латинского плана, тем не менее, они хранили византийскую традицию. Надо сказать, что именно в монастырях и соборах сохранялись традиции богослужения, и времена князя Владимира, послы князя Владимира в Канцинополе увидели вот эту вот удивительную славу, удивительную честь именно византийской традиции, византийского обряда, которая потом была воспринята и славянами на Руси, и, соответственно, многими другими восточными славянами, которых мы с вами хорошо знаем. Надо сказать, что в данном случае и христианство, сейчас немножко дальше проключусь, смогло сохранить и античные памятники, и античное наследие. Вот как раз здесь прекрасные примеры. Мозаик, вот флорентийская мозаика, статуи, которые были построены на западе. Кстати говоря, витражи, вероятнее всего, тоже появились у славян. Вот впервые, хотя и в Англии мы знаем такие примеры, видимо, в Сан-Виталии тоже были какие-то элементы этого. Еще были как бы элементы отлично надежды, облачения. Они тоже сохранялись и были славянами в том числе в рамках служебной традиции. То есть именно славянские народы, не только грекоринские, и их наследники сохраняли вот это древнее великое культурно-античное наследие, к которому они смогли приобщиться. Ну вот дальше как раз тоже отдельное изображение вот уже того периода, после которого распространилась деятельность святых Кирилла и Мефодия. Ну и в данном случае мы видим еще и памятник в изображении благодарности по славянским просветителям в форме изображения Става Кирилла на базилике Климента. Ну и наш замечательный, знаменитый памятник в Москве, к которому регулярно ходит крестный ход в, так скажем, в день славянской письменности культуры, как мы сейчас говорим, да, и, конечно, в первую очередь праздник святых Кирилла и Мефодия. Надо сказать, что на самом деле распространение литургии, вот был знаменитый исследователь литургии, сравнитель литургии Антон Баумштарк, он говорил о том, что архаичные интернеты, архаичные традиции богослужебные, они сохраняются в наиболее древний период. Вот, как бы, наиболее древнего периода они сохраняются в архаичные периоды года, например, в пост и так далее. Так вот, здесь мы видим, что как раз в тот период, когда проповедливый Кирилл Мефодий, да, ну это и время Каролингов, на самом деле, то же самое, вот, римская литургия сохраняла архаичные весьма черты, да, которые в том числе остались практически до наших дней в ней. И надо сказать, что архаичные, в том числе и архаичные пения, да, ну, на Западе это был григорианский хорал, да, или вот хорватские, хорватские варианты глаголические, глаголическое пение, вот, или наши, например, древнерусские, да, там, или какие-то, например, староверческие традиции, да, болгарские, византийские традиции, они тоже сохранялись благодаря чему? Благодаря тому, что была сакральная традиция переводов, не просто существования текста в изначальном их виде, да, на греческом языке, что также отражает, как бы, традиция, то есть, благодаря тому, что мы сегодня поем песнопение на церковно-славянском языке, это уже дань почтения кому? Перосветителям, просветителям в России, вот. Надо сказать, что, кстати говоря, были культурные параллели, я думаю, что потом уже закончится трансляция, возможно, слушатели наши еще кто-то не отключится, и мы попробуем услышать, возможно, какие-то параллели в песнопениях. Я бы здесь обратил внимание на то, что почитание стих Кирилла Мефодия в западных землях и на Востоке, она, как бы, утверждалась не только благодаря их ученикам, хотя, кстати говоря, за счет них тоже. Вот была похвала Кириллу знаменитая, да, Климит Охрицкий, который автор. Первая служба, как, например, православная энциклопедия сегодня утверждается, вот, она была написана на греческом языке. Это очень странно. Мы говорим о почитании славянами Кирилла Мефодия, а тем не менее первая служба была написана, святым была написана на греческом языке. Понятно, на западе святых не любили. Там была немецкая традиция и оппозиция им. Но, тем не менее, как бы, да, кстати говоря, прославляли и учеников. Кирилл Мефодия, Филак Болгарский, например, написал службу Климиту Охрицкому, да. И, несмотря на то, что раннее почитание святых из Болгарии перешло на Русь, где христианство утвердилось, как бы, несмотря на новостание волхвов наше, да, например, в 1771 году было одно из известных. Вот, но и другие страны. И, когда у нас произошел переход на, ну, так скажем, на неосаваидский устав, иерусалимский устав, после студийского устава, пришлось восстанавливать отчасти богослуженное почитание, потому что многие службы просто утрачивались. И было больше, как бы, количества, ну, в месяц слове, то есть в списке, где опоминают святые по датам календарным, большее количество святых южной традиции, иерусалимской, в том числе, нежели, чем хеснопольской, студийской, славянских и других. И вот это почитание приходилось просто возрождать. Надо сказать, что удивительно, что, как бы, после патриарха Никона исправление книг по греческим образцам праздновали в основном либо греческих святых, либо, как бы, южных святых, а славянских святых многие просто были выбышены с календаря не только политическим причинам, как вот Святоя Анна Кашинская, да, пример с ней. И даже в глаголические традиции, удивительно, как бы, это 9 марта служба глаголаши, да, вот традиция бендиктинцев, она была создана, вдумайтесь, только в 14 веке, как бы, то есть до этого периода, как бы, Киринфоди, как бы, временно забывают. Вот, 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 каковы особенности, я бы сказал, парадоксы их почитания святых братьев. Но, интересно то, что, кстати говоря, даже глаголь, конечно, на Руси была известна, ее не только как тайны, что называется, могли использовать, но ее называли курилицей, да, или кириллицей тоже, то есть, в принципе, это бинарная схема с названием языков тоже была, алфавитов, простите. Вот, соответственно, как бы, надо понимать, что постепенно, как бы, славянские народы различные, когда крестились, и различные немецкие, в том числе, и епископы, они, безусловно, не могли это приветствовать, потому что они хотели представить свое влияние, ну, латинского языка и немецкого, немецкого культурного ориона. А вот Кирилл и Мефодий, как бы, их служба, ну, она была не настолько значимой. Она, как бы, составлялась просто из стандартных фрагментов, таких общих элементов службы для исповедников и мучеников, есть такой фрагмент, как бы, общее универсальное богослужение на Западе, и туда просто было добавлено латинское житие. Вот, либо перевод, либо просто латинское житие, и, соответственно, вот этот вот элемент, как бы, просто вкрался в службу, и фактически служба не имела такого торжественного значения вот как раз в тот период. Но надо понимать, что только с ростом национального самосознания Кирилл и Мефодий становились некоторым смыслом национальными символами. И особое значение почитания святых просветителей, как бы, у католиков было только благодаря Папе Львову XIII, вот, и это было, фактически, считайте, начало XX века, и в конце XIX века в энциклике Гран-де-Мутус, 1980 год, он, как бы, объявил их общекатолическими подвижниками. Удивительно, вдумайте, просветители всех славян западных, восточных, как бы, их объявили общекрестовскими подвижниками на Западе только в этот период, хотя, как бы, почитали, как местноченимых святых и ранее. Но только в 1980 году Кирилл и Мефолии были прослушены не просто какими-то значительными святыми, но и покровителями всей Европы наряду с великим святым Бенедиктом, да, который, чья монашеская традиция была универсальной для всего Востока и Запада. Ну и надо сказать, что южнославянские народы тоже, как бы, в церковном отношении, будучи подчинены в период османского владычества грекам, не могли так смело и открыто провозглашать не просто национальные идеи свои, да, но и провозглашать своих, как бы, торжество своих национальных святых. И греки, как бы, стеснялись признавать, что болгары и римский папа, с которым тоже связаны были в определенный период Кирилл и Мефодий, играли какую-то роль в просвещении славян, но не только они, как вот просветители всей вселенной, да, вот этой икумени греческой. А болгарам не нравилось с другой стороны, что католики хотят представить святых как сторонников папы. Как раз это был тоже вот тот самый период. Но 11 мая 1758 года болгары прославили святых, а греки, кстати говоря, вот этого торжества фактически уклонились, но это был тогда период связанный с филитистскими спорами, и надо сказать, что болгары имели на это некоторые основания, потому что еще черновидец Харабр, знаменитый деятель древности, он говорил, что славянский язык он лучше, чем греческий и алфавит в первую очередь, да, потому что создан праведными Кириллами и Фондием, а не какими-то там эллинами, да, которые были наследниками язычества. В данном случае надо сказать еще один парадокс, еще один парадокс. Удивительно, что в России в 19 веке тоже сетовали на то, что особые торжественные службы святым тоже не существуют. Только в 1663 году Синод установил празднование в честь святых. Это было сейчас, скажу, прошу прощения, да, правильно, это было 11, 24, скобочка, как сейчас пишется, старый новостиль, да, мая. Вот, и позднее на праздник, собственно, установили всеночное обдение, чего раньше не было, которое было особенно актуально для учащихся, которые изучали, что церковно-славянский язык, то есть это было не только для семинарий, важно, но и для каких-то там гимназий и всего прочего, прочих учебных заведений. В наши дни по уставу может совершаться полиэлейная служба, он как бы в рамках русско-православной церкви, и с 1991 года в России как бы устанавливается почитание вообще святых и славянской традиции, и, конечно, наш День памяти святых, как бы, как День памяти славянской культуры, традиции, наследия тоже очень важен. И надо сказать, что несмотря на горячие дискуссии вокруг тематики Востока и Запада, вообще миссия святых была очень важной. Дело в том, что как бы русские западники и салонофилы, несмотря на все их споры, все равно опирались тоже на западную философию, на европейские идеи. А для России изначально важной была связь именно с кем? С южными, ну и западники, все говорят тоже, с южными славянами, с Болгарией. Именно оттуда происходила традиция. И, например, вот Анна Ярославовна, да, мы знаем, что уровень культуры Руси был настолько велик, да, и русские, и русские демократии, например, изучая как образцы на Западе. Сейчас как бы принято такие критические выпады в адрес России там за счет там советского наследия какого-то там, может быть, там прошлого там, как выражались раньше, царизма или всего тому подобного, да. Тем не менее, надо понимать, что в тот ранний период Русь была наследницей не просто, но и носительницей культуры великой, да, и западные славяне, и восточные славяне, как бы они это прекрасно понимали. Более того, вся Европа это понимала. Анна Ярославовна привезла знаменитая Королевская Евангелие во Францию, коронационная, и как бы жаловалась на то, что Париж это просто деревня ужасная, и вообще говорила, куда вы меня отправили, потому что тут нравы ужасные, вообще люди, люди плохие, церкви даже безобразные, вообще кошмар творится. А у нас, просвещенные России, да, того периода, ну, тогда не говорили Россия, конечно, да, просвещенные Руси, наследницы Кирилла Мефодийских традиций, вообще, великий подъем культуры, вот, и в данном случае, как бы, надо понимать, что европейцы того периода могли действительно учиться русским традициям, вот. Антон Евгеньевич, да, да, попрошу промежуточный итог, потому что нас скоро отключат с одного из сайтов. Да, я как раз уже, в принципе, хотел об этом как раз промежуточный итог сейчас сделать. Да, я бы как раз хотел об этом упомянуть, с вещем, дело в том, что как раз надо понимать, что, несмотря на то, что вот различные страны, да, та же самая, там, ну, как мы уже говорили, Испания, Италия, отчасти Франция, да, имели культурные, большие культурные параллели, большие культурные связи с южной традицией, с традицией латинского языка, все равно, благодаря существованию близости их языков к латыни, они смогли сохранить веру. А северные регионы, фактически, они отпадают в протестантизм полностью, но славянские, славянские страны, они не становятся протестантскими, потому что, возможно, этот дух, заложенный святыми братьями, вот он как раз сохранялся. И благодаря тому, что восточные народы имели возможность совершать бухгалтерию на национальном языке, что было допущено сегодня на Западе только благодаря усилиям и то титаническим усилиям, которые, не без споров, до наших дней прошел Второго Ватиканского Собора, эта возможность, как бы, вот сегодня у католиков еле-еле появляется еще, но мы, благодаря нашему великому наследию, заложенному святыми славянскими братьями, которых мы, безусловно, почитаем и преклоняемся перед их величайшим подвигом, именно благодаря этому, именно благодаря вот их стараниям, их великим трудам, мы имеем то, что сегодня мы наследники вот этой величайшей культуры греческой и славянской, которую создали как раз святые родопорственные братья. Ну, это вот по поводу такого универсального вывода, по поводу почитания их, но и дальше, если у нас немножко продолжится время, я, может быть, что-то добавил бы конкретно про литургическое почитание в рамках, может быть, отдельных песнопений, ну, в нашей русской традиции, может быть, немножко еще по поводу каких-то параллелей с западными славянами, возможно, еще так. Вот. Ну, я не знаю, наверное, трансляция сейчас будет прекращена, да, правильно я понимаю? Это на сайте культуры РФ через несколько минут прекратится. Спасибо огромное. Да. А на фейсбуке продолжается, фейсбуке продолжается, поэтому мы можем чуть-чуть поговорить. Спасибо. Вот. Я бы сказал еще немножко тогда про литургическое почитание отдельно святых просветителей. Дело в том, что надо сказать, что именно, как я уже упомянул, толчок к основному почитанию святых братьев был сделан в 19 столетии благодаря как бы развитию национальных идей. Надо сказать, кстати говоря, и русские литургисты тогда очень активно работали, и они обратились к историческим памятникам, да, и у католиков, у англикан, кстати говоря, вот, появились большие тенденции к изучению своего наследия древнего, и тогда этот период вообще отличался любовью к истории, ну, понятно, что это период наследия, наследие романтизма, и вообще, как бы, много культурных тенденций тогда происходит, существует. Дело в том, что службы святым до этого времени как бы в основном воспринимались, ну, и вообще универсально службы святым как бы часто толковали символически, и не воспринимали в историческом ключе, и поэтому надо понять, что цивилизационные обществности, исторические культурные традиции, исторические общности, они, как считается, не могли играть такого большого принципиального значения, вот, а тем не менее, это было очень важно. Дело в том, что вот та же самая Салунь, она, как бы, считалась вочиной в одно время римской церкви, хотя была регионом абсолютно греческим, и регионом связанным в том числе и со славянами, а наоборот, юг Италии, который, как бы, сейчас мы считаем, ну, да, конечно, Италия, ну, это зона, в общем, связанная с, ну, Римом, с, как бы, итальянской той же самой традицией, а вот дело в том, что на самом деле в тот период Италия воспринималась и считалась частью вот этого Магно-Греция, да, то есть, это было фактически не то, чтобы греческая территория, но была зона и греческая культура и огромное количество монастырей студийской традиции было как раз на юге Италии, и его исключение по восточному обряду было универсально построено как раз в этой зоне, вот, и почему это для нас важно? Дело в том, что восточные славяне впитывали это, и сегодня, когда мы анализируем памятники и рукописи, и когда мы анализируем ранее богослужебные уставы славян, мы находим как раз параллели вот этих вот разных традиций с юга, с отдельных регионов студийских, более того, полный студийский устав существовал у нас только на Руси в списке, он у поликом был прекрасным исследованием Алексеем Стиславовичем Петковским, да, студийско-алексийский устав, и этот устав был господствующим в Древней Руси, и, конечно, этот устав не мог не упоминать и не почитать великих славянских подвижников, ну и вообще славянских святых, кстати говоря, потому что... Она небольшая ремарка по поводу студийского устава, надо понимать, что он существовал не только у нас на Руси, он существовал, и это очень важно, он существовал и в других славянских странах, давайте вспомним Хиландарский монастырь, Сербский монастырь, там был студийский типик, и во многом на его становлении, формировании для такой сербской монашеской диаспоры повлиял Святосава и Сербский. Да, безусловно, но более того, я бы сказал, что ведь и были универсальные традиции, кстати говоря, в той же Югославии, вот, и вообще в южнославянских регионах, вероятно, сего, законно, вполне закономерно хранили и православное богослужение по латинскому обряду, тогда как на Западе, даже после разделения церквей, было вполне законно совершать богослужение по восточному, по византийскому обряду, кстати говоря, это обряд судийский, до сих пор, Гроттоферадский монастырь, и, кстати говоря, некоторые униаты на Украине себя называют членами студийского наследия, членами студийской традиции, да, в то время, как на Руси позднее и во многих других регионах, фактически во все славянских регионах, студийский устав был заменен на как раз неосаваитский, так называемый, или Иерусалимский устав, который воспринял в себя вот многие черты более ранних форм, но в то же самое время имел большую часть не греческой, не славянской, ну, как бы славянской гимнографии, а южной, допустим, да, гимнографии южного происхождения, и поэтому, как раз, как я уже упоминал, пришлось переосмыслять почитание многих святых, особенно на Руси, когда устав, вот как бы первая версия этого устава, еще око церковное сменилось после никонской формы типикона, которая практически, практически в том же виде, если можно сказать, ну, в чуть-чуть немножко измененном виде существует и до наших дней в Русской Православной Церкви. И вот надо сказать, что на Западе, я уже сказал, почитание святых не было таким значительным, и надо сказать, что католическая служба вот 1960 года по традиционному календарю, это было 7 июля, оно имело праздник с своих братьев Кирилла и Мефодия, вот, Санкт-Кирилл и Мефодия, епископорум и конфессорум, вот, и этот праздник, он был связан с памятью вообще священников, универсальной службой. И надо сказать, что в иконографии обоих братьев, я уже говорил, что я сегодня постараюсь это упомянуть, изображали в, если не в священческих, то порой в епископских облачениях, хотя в литургическом почитании все равно Мефодий ставит на первое место, потому что он был архиепископом, а Кирилла, почему изображают епископские облачения, тоже отчасти немножко загадка, видимо, это происходит просто как отдельный элемент иконографического канона традиции. Здесь необходимо выделить две тенденции, южнославянскую и связанную с ней восточнославянскую иконографическую традицию и западную традицию. На западе, в традиции у чехов и поляков, оба святителя изображены в святительских одеждах, действительно. Что же касается восточнославянской традиции, то там Кирилл изображается монахом. И между тем, вот это монашеское изображение, монашеское обублик святителя, он отразился впоследствии и на службах, на гимнографии. Потому что в одной из стихир службы мы читаем «Мефодия же пустынника», извините, «Кирилла же пустынника», «Мефодия же», «Слов в обличителе» и так далее. Это очень важно. Важно понимать разницу иконографическую. То есть иконография святых, она не одна и та же у всех славян. То есть у южных и у восточных мы видим, что Мефодия изображается как монах, а у западных это святитель. Да, и на самом деле удивительно для меня было как раз интересным открытием, вот я все-таки решил не просто экспромтом говорить, немножко посмотреть, особенно богослужебные тексты, когда готовился к сегодняшнему выступлению. Я обратил внимание на то, что это связано на самом деле, вот как Анна Михайловна совершенно верно сказала, связано с регионами скорее, даже не то, чтобы с этими разбиениями, католики, православные или чем-то подобным, а это связано скорее с культурным наследием, культурными традициями, потому что до сих пор у нас, даже у нас можно видеть иконы, где святые Кирилл и Мефодий изображены оба почему-то в святительских одеждах, хотя правильнее, конечно, святого Кирилла изображать в монашеских одеждах, тем более, что у нас есть особый чин преподобный, вот, на Западе это как бы отдельный, такой довольно спорный момент, потому что там даже месса богослужения называется по названию первых слов входного писанопения интроэта до сочердот и стуи, вот, используются белые облачения, поется гимн великое словословие, праздник с третьим классом так называемым, вот этого латинского обряда классического, а в более поздней традиции, например, в русском, например, требнике нашем, в католическом, который издал, издательство францисканцев, даже предполагается в этот день совершать процессию, но что интересно, дело в том, что на Западе нет четкой градации, преподобный, монах, и, например, просто святой подвижник, священник, то есть там принципиально, насколько я понимаю, то есть таких очень четко-четко, как православие на Востоке, есть просто, просто монах, да, преподобный, а есть святитель, вот этой градации ее не всегда проводят, ну, вот, умышленно не всегда так проводят, вот, да, например, то есть то же самое, можно сказать, что про градацию, например, вот есть, например, градация девы, да, на Западе, как бы вот святые женщины, то есть как бы, Это монахини, да, те, кто были посвященными девами, да, или деканицами в тот период, или монахиними. Вот это особый отдельный почитаемый чин святых. То есть у нас такой градации не делается, по большому счету. У нас делается, если, например, был человек, да, прославленный как праведный, да, вот, или, например, прославленный человек, как, например, святая женщина, как преподобная, да, то у нас делается акцент на характер подвига, который совершил человек. Это очень интересный момент. Еще два славянских уточнения, Антон Евгеньевич. Значит, когда вы говорите о региональных отличиях, в славянском мире мы не говорим о региональных отличиях. У нас есть четко южные славяне, западные славяне и восточные славяне. Мы их делим на три ветви. Это, во-первых, если уж говорим о региональных отличиях, то в контексте какой-то одной страны. Вот, например, я когда говорила про Сербию, о том, что там сочетались несколько языковых традиций, но только в контексте одной страны. Это, во-первых. И, во-вторых, когда вы упоминали, что у нас, в восточнославянском иконографии используется изображение святых Кирилла Мефодия как епископов, да, как святителей, то здесь тоже надо понимать, что это влияние уже более позднее. Это влияние с начала XVIII веков, когда под таким польским очень мощным влиянием, иконографическим, появляются у нас западные иконы. Ну вот, это только с этим связано. А так четкий канон Кирилл Монах, Мефодий епископ. Совершенно верно. Если посмотрим иконографические подлинники, так называемые, да, или, например, мы обратимся просто, ну, к изобразительному ряду, то мы видим, что в основном иконы академического стиля отличаются такой и такой характеристикой. Спасибо огромное за уточнение, это очень ценно, спасибо. Спасибо. Вот. Дело в том, что, как бы, да, и возвращаясь как раз к нашей, к русской традиции почитания святых Кирилла Мефодия. Праздник святого Кирилла, это у нас был 14 февраля по старому стилю, и как раз там святой Кирилл восхвалялся в стихирах, да, переменных постепенений, связанных именно с почитанием святого за мудрость и хвалить на стихирах. Он почитал, как бы, тоже прославлялся как апостол славян. Вот. Праздник святого Мефодия отдельный, это 6 апреля по старому стилю, он тоже имел свою службу, и там стихиры как раз упоминали пророческую благодать святого Маравского подвижника и, как бы, делали отсылку к Вселенским соборам. А канон утренний, это еще одно значительное постепение, которое прославляет святого, оно отмечало вехи биографии святителя и прославляло его как апостола и просветителя славян, то есть параллелью с Кириллом. А вот та служба, которую я уже упоминал, общая, да, 11 мая, она в стихирах, как бы, описывала, ну, восхваляла святых, как бы, в рамках событий их биографии и прославлялся как раз тот же самый апостольский подвиг. И стиховные и элитийные стихиры, как бы, они тоже восхваляли святых отличными, ну, я бы сказал, отдельными эпитетами, вот, и тропарь, величание, седальны, тоже переменные песнопения, в общем-то, вложились в то же самое русло, я бы сказал. А вот канон и хвалитные стихиры, уже ближе к концу службы, они отражали темы прославления святых конкретно вот в рамках их жития, такие биографические вехи. То есть, я бы сказал, что вот эти вот интересные моменты, интересные замечания в рамках акцентов, которые делает современное богослужение в русской практике, которое все мы можем с вами услышать, посетить, увидеть, вот, оно принципиально. Почему? Потому что здесь мы видим значение подвига славянских просветителей именно как апостолов, как тех людей, которые заложили традиции, заложили традицию, которая актуальна для нас до наших дней. И, несмотря, конечно, ни на какие противоречия, несмотря на то, что и православие, ну, кстати говоря, католицизм признает множество обрядов и исторически, ну, католик, есть униаты, да, у славян есть западный обряд, есть и литургия Иерусалимского плана, например, литургия Якова, которая часто служится, в том числе и даже и в России, ну, в Петербурге вообще на регулярной основе. Вот, все равно, несмотря на разнообразие традиций, разнообразие культуры, несмотря на различие славян, как уже было совершенно сказано, южных, западных, восточных, вот, несмотря на различие отдельных культурных, ментальных аспектов у людей, несмотря на то, что существуют разные культурные формы, несмотря на то, что по-разному порой воспринимался подвиг с их Кириллом Ильфоги, их почитание, И вообще, в том числе, кстати говоря, и в рамках музыкальной традиции, потому что мы понимаем сегодня, что если мы в Болгарии услышим прославление святых дам, мы услышим византийский распев. Если мы сегодня придем на богослужение в рамках православной церкви, то мы услышим наши обиходные песнопения или простопения в других регионах, в зависимости от различных традиций, которые сложились у славян, музыкальных традиций, которые тоже связаны с наследием стих Кирилла и Мефодия. Вот здесь мы как раз увидим, что почитание святых, даже несмотря на то, что их праздник долгое время не имел такого большого значения, как на политическом уровне, как это казалось, все равно это почитание было, присутствовало. И я думаю, что будет всегда. На этом, я думаю, следует закончить. И, возможно, есть какие-то еще вопросы. Я бы сделала две ремарки по поводу музыкального исполнения и политического значения братьев. Ну, во-первых, действительно, ранние песнопения в Болгарии и Сербии, посвященные святым Кириллом Мефодиям, они носят отпечаток византинизма. Однако впоследствии создаются вполне оригинальные песнопения святым. Здесь нельзя говорить о подражании византийскому стилю. Здесь существуют такие стили, как селабы, мелазматические, пападические. Это оригинальные, действительно, музыкальные песнопения святым Кириллом Мефодиям. Что касается Византии. Что касается Запада, то я имею в виду западных, конечно, славян, Чехии, Польши, то там наличествует смешанный стиль. Что касается политической значимости святых Кирилла Мефодиям, для южных славян это было всегда на самом деле актуально. Другое дело, что мы помним, что южные славяны, болгары и сербы недолгое время находились под властью османского владычества. Из-за этого не могли возникать какие-то совершенно очевидные яркие мероприятия, посвященные этим славянским святым. И такое как бы новое возрождение уже появляется в 19 веке, когда славянские народы борются против османского ига. И вот именно с этим временем связано появление праздника славянского у болгар. Основателем этого праздника был Найдингеров. И вот в 19 веке возникает этот праздник 24 мая и вместе с тем гимн «Ворвы народы обновлений» на болгарском языке. А западные славяне тоже всегда на политическом и культурном уровне святых почитали. Здесь нельзя делать такие серьезные различия. Единственным исключением является русская традиция, которая прерывается очень рано. И таким, пожалуй, серьезным культурным моментом, точнее мероприятием, который действительно на всю Россию прославил святых братьев, это был 19 век, это эпоха возрождения славянских народов, когда появляется этот праздник в честь святых Кирилла Мефодиева. Создаются различные музыкальные произведения. На этот день Петр Ильич Чаковский сочиняет священник Старорусский и, соответственно, другие композиторы, Вацлав Главач. Войте Главач видите. Спасибо огромное, Михаил, за дополнение. Да, безусловно, надо понимать, что как раз без славянского наследия, без славянской традиции, ведь такие великие создатели произведений, в том числе, кстати говоря, и известные, и прославляемые греками, и то же самое Янку Кузель, и многие другие авторы, просто фактически не могли бы стояться. Потому что у нас была бы либо полная традиция реплика, либо у нас была бы своя универсальная, удивительная традиция наследия святых братьев, которые мы сегодня имеем. И, по счастью, нам в этом плане очень повезло. Еще в заключении я бы хотел воспроизвести как раз два песнопения, которые связаны с традицией переводов. Я не знаю, получится это или нет, но, по крайней мере, я попробую, наверное, можно будет попробовать фрагмент. Одну секундочку. Да, дорогие друзья, я хочу просто вставить тоже небольшую реплику. Есть хорошая новость. Трансляция не прервалась. Видимо, все-таки я забронировал больше времени, чем я думал. Это очень хорошо. Рад, что зрители наши с нами еще остаются в полном составе. И хотел бы я обозначить, что у нас 15 минут осталось. 15 минут. За это время нам нужно ответить на вопросы, которые нам прислали, очень интересные, такие, я бы сказал, глубокие. Поэтому Антону Евгеньевичу придется еще попотеть, чтобы на них ответить. Замечательно. А вот, и нужно нам, да, значит, музыкальное, музыкальный комментарий, да. И вот Анна Михайловна хотела спеть. Да, я сегодня как раз спланировала спеть. Может быть, тогда сначала я спою, да, а потом Антон Евгеньевич покажете? Да. Антон Евгеньевич, давайте сначала я спою, ну, сначала на вопросы, естественно, потом я спою, а потом, если время останется, то, потому что у меня песнопение чисто славянское. Я вижу у вас на латинском языке, это все-таки несколько минут. Я думаю, что можно было просто сделать буквально, ну, в течение, не знаю, секунд 15-20, показать небольшой фрагмент, чтобы тогда просто к этому не возвращаться. Я так понимаю, Анна Михайловна, надо будет открыть презентацию. Правильно я говорю? Вам. Мне не нужно. У меня славянское песнопение. А, понятно. Вот, я хотел сказать по поводу традиций переводов. Сегодня восстановлены... Обратный пример перевода Кирилла и Мефодия. Или, например, греческое песнопение... Антон Евгеньевич, когда вы включаете музыку, мы вас не слышим. Поэтому лучше повторите, что вы сказали. Сейчас, одну секундочку. Сейчас я повторюсь. Спасибо огромное за информацию. Дело в том, что вот сейчас я маленькие, буквально, несколько секундные фрагменты вам поставил. Первый – это перевод на греческие хирургские песни, которые широко используются восточных славян, в рамках нашей русско-православной традиции, на латыни. Причем она была существована примерно в тот период, когда распространялось славянское богослужащие за счет подвига Кирилла и Мефодия. А здесь второй, вот, женский хор пел. Вот, это обратный пример. Это, наоборот, греческое песнопение на греческом языке, которое исполнялось на Западе. То есть, мисс Грека. Вот, это произведение, вот, как раз, «Слава вышнему Богу» на греческом языке. Поэтому мы видим, что традиция Кирилла и Мефодия, культурное, образовательное и духовное наследие, на самом деле, оно не просто значимо и универсально, да, оно, ну, как бы, показывает нам вот то богатство культуры, которое существовало в тот период. Вот, я думаю, сейчас просто на этом закрою, чтобы Анна Михайловна не отвлекала, вот, закрою этот фрагмент. Вот, я прошу прощения. Вот, просто вот хотел показать то богатство, наследие, которое мы имеем благодаря универсальной традиции Кирилла и Мефодия. Анна Михайловна, пожалуйста, прошу вас. Нет, сейчас Иван Петрович скажет вопросы. Я придумал так. Я задам три вопроса, Антон Евгеньевич будет думать, Анна Михайловна споет. Итак, три вопроса, которые пришли нам в Фейсбуке. Озвучиваю. Во-первых, каково славянское церковное влияние в Венгрии, о котором вы сказали? Да, первый вопрос. Затем, как завоевание Великой Моравии венграми повлияло на наследие святых Кирилла и Мефодия? Это второй вопрос. Третий вопрос. Энциклика Льва 13-го от 1880 года полностью посвящена славянским первоучителям? Да, это третий вопрос. И четвертый, этот появился совсем недавно. А, ну это не вопрос. Это просто комментарий, о котором мы поговорим. Я думаю, успеем мы сказать о весне народов в 19-м веке. Еще успеем мы, я думаю. Ну, короче, я хочу так сказать. На самом деле, по поводу Венгрии я не говорил совсем. Вот. И, честно говоря, я думаю, что... Это упомянула Анна Михайловна. Я думаю, что надо вопрос передрисовать ей, поскольку мы... Хорошо. ...ведущим. Будучи как бы специалистом по славянским странам, точнее здесь что-то расскажет. Вот. А что касается энциклики, я подумаю сейчас, как лучше охарактеризовать. Времени у нас немного. Анна Михайловна, пожалуйста. Ну, я хочу сказать, что, да, я только упомянула о Венгрии. Здесь надо понимать, что Венгрия все-таки не входит в славянские страны. Славяны ее обычно называют... Славяны и венгрии называли мадьярами. Отсюда мадьяризация и мадьярское влияние на славян. Мы знаем из ранних упоминаний о Сазовском монастыре, поскольку я специально занималась именно Сазовским монастырем, что родственники Прокопа Сазовского, там уже в 11 веке, это был его племянник Вит, они переселяются в Венгрию в связи с тем, что происходил сильный натиск на славянское наследие уже в 11-12 веках. Это во-первых. О дальнейшем существовании славянскоязычной литургии в Венгрии нам практически неизвестно, по крайней мере из-за того, что это не входит в рамки славистической проблематики. Второй вопрос с венграми заключался в чем? Второй вопрос заключался в том, как славянское богослужение повлияло на венгров и повлияло ли? Да, ну вот я сейчас на это ответила, оно могло повлиять, но долго оно не задержалось, потому что опять это связано с общеевропейскими тенденциями, влиянием регенсбургской епархии, немецкой епархии на давление на славянский язык и утверждение в землях, в различных принадлежащих регенсбургской епархии все-таки латинского языка, они утверждали латинскоязычную речь. Ну вот пока Антон Евгеньевич думает, я как раз могу по поводу следующего вопроса, я могу исполнить песнопение, которое называется «О сватих церкови астрахотови, бискупы о патронях ческих и моровских». Это песня из канцонала Адама Михны, это канцонал 17 века. Канцонал называется «Богослужебная музыка церковного года», то есть автор располагает все песни в соответствии с богослужебным литургическим годом. Да, и здесь еще одну ремарочку скажу, что раннее славянское употребление имен святых в Чехии было таково, «ЦРГА» – это Кирилл, краткое обозначение «ЦРГА», а «Мефодис трахота». До сих пор ученые спорят по поводу этимологии, даже так и не могут ответить, почему «ЦРГА», почему «Страхота». В любом случае, это вот такие древние славянские наименования святых. Ничего себе, вообще неожиданно. Абсолютно. «Страхота» «Наши патроновы» святых бискупа фаздамо «Наши заставцовы» «О родуйте, о родуйте за нас, святых отцовы» «З вихотних стек країн пришли до земной Маравске» «Нам непривнейши гласи» «Ученик шестянске» «О родуйте, о родуйте за нас, святые отцовы» «Исти нас, Кристос, плодивий отцове святы» «Исти нас, Кристос, плодивий отцове святы» А радуйте, а радуйте за нас, сватил Отцове. Вот такая песня, вот такое песнопение, в котором, как вы видите, Кирилл Мефодий называется «сватив бискупо фосдобо», то есть украшение святых епископов. Это еще раз подтверждает наш разговор о том, что святые воспринимаются как епископы, как покровители епископа. Вот почему впоследствии святой Войтих, будучи епископом, так особой трепетностью относился к наследиям святых Кирилла Мефодия и написал песнопение «Господи, не помилый Бога Родица» на славянском языке, языке Кирилла Мефодия. Спасибо большое, Анна Михайловна. Мне кажется, это очень красивое было сейчас исполнение. А можете прокомментировать «О радуйте»? «О радуйте» за нас, это «молите Бога за нас». И действительно, вот это песнопение, Адан Михайловна, он писал как не просто песню, но как песнопение на про-премесце, то есть как изменяемое песнопение. Вот он и вот так мыслил. Поэтому в конце везде прошение, молите за нас, Господа Бога, святые отцовы, святые отцы уже тогда были названы отцами. И вот еще мне очень показалось интересным, что уже во второй строчке «Сваты цервоа страхото нащи патронове». Уже Адам Михайловна называет их «нашими патронами» задолго до Бенедикта, который назовет их, извините, Иоанна Павла II, который действительно провозгласит святых Кирилла и Мефодия «патронами Европы». Антон Евгеньевич? Да, спасибо. Я бы просто еще хотел сказать, что Анна Михайловна сказала по поводу проприев. Я вспомнил, что в наши дни с проприями немножко сложнее, потому что, в общем-то, не всегда песнопения поются в рамках римской мессы, канонически как-то принято, после Второго Ватиканского собора. Но дело в том, что в ранней, по крайней мере, традиции и в современной традиции именно молитвы переменные отражают те особенности почитания святых, то есть их восхваления в рамках католического богослужения, которые, в общем-то, присутствуют, которые у нас, эту функцию выполняют, тоже переменные песнопения в византийском обряде, те же самые каноны, которые я упомянул. Я прошу прощения по поводу этого вопроса. Чтобы не быть голословным, видимо, человек очень синтересовал данный документ, который я упоминал. Я просто в чат, в общем, не знаю, будет, надеюсь, что, я думаю, что он будет виден, да, в трансляции в YouTube, я кинул ссылку на сайт Ватикана, где приведен данный документ, и я думаю, что это можно будет посмотреть. Я в комментарии выложу сейчас, потому что Facebook транслирует. Спасибо огромное. Да, документ можно будет посмотреть. А по поводу этого я бы хотел сказать так. Но дело в том, что просто я не хотел быть голословным, потому что, видимо, человек имел в виду какой-то более тонкий аспект этого документа. Дело в том, что, безусловно, да, документ посвящен славянам. Причем он посвящен не просто славянам, он посвящен как бы биографии славян. Вот, то есть он как бы рассказывает. Я попробую дерзну просто сейчас воспроизвести, вот, одну секундочку, кусочек, маленький фрагмент. Поскольку я, как бы, для меня такой самый близкий язык это английский, да, вот единственное, которое я могу сказать полноценно знаю. Вот, я зачитаю ему маленький фрагмент. То есть вот видите, что он излагает как бы в рамках самого документа, прошу прощения, не на латыни, да, чтобы, ну, потому что латынь... Антон Евгеньевич, пожалуйста, переведите, потому что... Да, разумеется. Да, они все... Значит, разумеется, значит, братья Кирилла и Мефодий... Я просто взял кусочек из середины, который... Ну, да, сделайте, пожалуйста, в синхронный период. Фрагмент называется «Юность Кирилла, как бы, и первая миссия». Братья Кирилла и Мефодий родили фессалоники и еще в детском возрасте, СБОИС, да, как бы отправились в Константинополь, чтобы для того, чтобы изучать, ну, так скажем, гуманитарные науки, как бы это можно было сказать, на самом деле просто получать образование, поскольку он был главным городом на Востоке. Обратите внимание на ту политическую подоплеку. Ну, Константинополь какой-то город на Востоке, но есть же Рим. И вот в Риме мы как раз устанавливаем почитание наших дорогих вот как бы чат Кирилла и Мефодия нашего папского господства. Очень интересный, очень интересный момент. В действительности, да, фактически документ, он пересказывает, он пересказывает биографию своих Кирилла и Мефодия, хотя, казалось бы, ну, не обязан папский документ, тем более как энциклика, да, заниматься этим, в принципе, в идеале. Но, тем менее, это присутствует. Поэтому, да, я бы просто, я думал, как сказать, но я бы в целом ответил, ну, если очень условно говорить, наверное, да, документ посвящен Кириллу и Мефодию. Вот, но понятно, что там идет мощная еще много других подоплек, и все это делается не случайно, и здесь много есть нюансов. Вот, если просто документ человека заинтересовал, можно посмотреть, поскольку сегодня большинство документов такого плана не переведены и не выложены, вот немножко эта работа чуть-чуть начинается, например, документы Тридентского собора, сейчас переведены недавно были, вот, католическими авторами и изданы в католическом издательстве, сколько я помню. Вот, и сегодня большинство документов просто не переведено, их можно как бы найти просто в интернет, В частности, на сайте Ватикана, поскольку это, слава Богу, более-менее что-то доступно, но документы русской православной церкви по поводу их почитания истых братьев можно найти на православных сайтах, соответственно, да, вот, или, например, какие-то, как и поздние документы, да, например, связанные с почитанием святых вообще, например, практики принципа канонизации, там, вот такого плана. Вот, я думаю, что он, я надеюсь, что я ответил, я даже постарался привести документ, чтобы человек мог с ним ознакомиться, то есть в данном случае... Иван, скажите, пожалуйста, есть ли у нас еще несколько, прям, вот, минуточек? Ну, буквально пару минут у нас есть. Я просто хотела бы еще один момент осветить. Дело в том, что мы очень часто говорили, Антон Евгеньевич очень часто говорил о таком западном почитании святых. Мы должны понимать, что святые почитаются не только на Западе, они почитаются на Востоке, они являются сейчас не по несомненному такой доминации и у нас, на Руси. И надо понимать, что память святых, она встречается уже в древнейших месяцах словах. Это рукописи Астромирова Евангелия, это рукописи Архангельского Евангелия. Этими Евангелиями очень кропотливо занимается у Владимира Белоброва, поэтому здесь можно все увидеть у нее, что с этим связано. Но интересно то, что эти памятники и Астромирова, и Архангельская Евангелия, они связаны с Новгородом, то есть с тем городом, который служил транзитным пунктом в плане межкультурных отношений восточных и западных словен. Это очень важно. Древнейшие службы в честь святых братьев, они сохранились в рукописных списках XI-XIII веков. Очень многие ранние службы, они не аннотированы, но вместе с тем они уже имеются в рукописях. Служба святому Кириллу, которая была составлена в Болгарии, была хорошо известна в России и употреблялась уже в самый древний период истории русской церкви. В последующее время на основе службы первоучителю появляется текст канона Кириллу и Мефодия. Это древнейший текст, он остался незыблемым и впоследствии вошел и в более современную гимнографию. Возможно, для формирования ранней русской гимнографии послужили огромные значения проложные жития святым, которые были составлены у южных славян. Я напомню, что жития бывает двух характеров. Пространные – это большое житие для чтения, как, например, честь именей и впоследствии Дмитрия Ростовского, а также проложные. Проложные жития – это часть богослужения, это то, что вставляется между шестой и седьмой песнями богослужебного канона. И, конечно же, в служебных минеях Московской синодальной библиотеки, которая относится к XII веку и также началу XIII столетия, сохранилась полная служба святому Кириллу и канон обоим просветителям и Кириллу и Мефодиям. И вот этой службой ранней и каноном ранним занимался известный литургист, историк Горский. Впоследствии он был рукоположен, сам пресвитера, стал протереем. Он анализирует все эти службы. Более того, его ранняя статья, которая вышла о святых братьях, была напечатана в XIX веке в журнале «Москвитянин». Она была переведена на чешский язык. Это тоже очень интересно. Именно этот перевод на чешский язык потом послужил для распространения, почитания святых братьев на Западе. И поэтому во многом вот именно эти труды Горского, они могли повлиять и на работы, и на энциклики ПАП. Здесь тоже надо понимать, что большое значение все-таки сыграл Восток, сыграла и наша православная традиция. Нельзя полностью это нивелировать. Более того, нужно необходимо учитывать. И в конце XIV века наступает новый подъем церковно-богослужебного почитания Кирилла Мефодия. И этот новый богослужебный подъем, он был связан с тем, что возникает так называемое южнославянское влияние. Но второе южнославянское влияние было чуть позже. Тем не менее, те болгары и сербы, которые уезжали из Болгарии, из Сербии в связи с давлением турок-османов, вот они приезжали сюда, на Русь, и здесь под их влиянием возникает гемографический корпус. С XVI, во второй половине XVI века службы святым можно уже обнаружить в стихираре Дьячьи Ок. Это очень важный стихирарь того периода. Но уже впоследствии, уже в XIX веке возникает та служба, которую мы считаем современной. Но вот она возникает в XIX веке, это та служба, которую мы поем сегодня, соответственно, на память святых первоучителей. Подытоживая наш сегодняшний разговор, я бы обозначил несколько этапов в почитании Кирилла и Мефодия. Ну, условно, очень условно, потому что прошло бы у меня ничего не кидаться виртуально. Значит, соответственно, во-первых, это почитание их непосредственно их учениками, IX-X век. Затем такая вспышка у нас происходит и на Западе, и на Востоке в XIV веке. В Чехии в связи с Карлом IV, который развивает идею особого христианского избранничества Чехии, и в том числе и Моравии древней, и миссию Кирилла и Мефодия он актуализирует очень в своей церковной деятельности. Карлом IV, я думаю, отдельно еще не раз и не раз поговорим. У нас есть замечательные лекторы, которые могут очень хорошо о нем рассказать. То есть вот XIV век у западных славян, это актуализация Карлом IV. А у нас, получается, у восточных славян актуализируется культ Кирилла и Мефодия в связи с югославянским влиянием, в связи с тем, что московским митрополитом стал болгарин... Митрополит Киприан. Вот, митрополит Киприан, точно. Да, и он привозит в наши русские земли воспоминания о наших православных отцах, учителях славянских народов. Получается, большая часть, большая часть славянских народов так или иначе связана с Кириллом и Мефодием. Только поляки в стороне стоят, а остальные все так или иначе с Кириллом и Мефодием связаны и очень даже серьезно. И самый такой яркий всплеск – это XIX век. То есть это воспоминания тысячелетия миссии Кирилла и Мефодия, когда о них вспоминают и католики, и православные. Видим, что это энциклика Папы 2.13, она как раз выходит фактически к тысячелетию с миссии святых братьев. И у нас тоже в русской церкви, я знаю, что митрополит Филарет Московский, он также очень почитал Кирилла и Мефодию, даже написал им часть богослужения, такую очень интересную, емкую, но весьма короткую. Видимо, он хотел целиком богослужения написать, но как-то не успел по времени в своей жизни завершить этот труд. То есть мы видим славянофильский этот подъем в русском обществе, который очень Кирилл и Мефодия относятся с большим пиететом. И мы видим у южных славян в это время национальный подъем. Тоже так совпало, да, тысячелетие миссии Кирилла и Мефодия и возникновение национальных церквей у южных славян, возникновение национальных государств у южных славян, национальное движение в Чехии в том числе, да, что очень важно в данном случае. То есть мы видим, как тысячелетие миссии Кирилла и Мефодия оказывается таким всплеском их почитания и на востоке, и на западе. И у славян, и не только у славян, потому что Лев XIII уже точно не славянин никакой, да. Однако, вот, целую энциклику, оказывается, я бы этого совершенно не знал. Всем Антону Евгеньевичу за такой экскурс в западную традицию, которой я не близок пока что, но в силу своих интересов больше святочных, на более близких нам вещах. То есть оказывается, что действительно католическая церковь, она начинает признавать подвиг этих учителей, их труд, как действительно равный апостолам, что было задумано у нас изначально так, но реализовалось, получается, только с 50 тысяч лет. И слава Богу, что мы сейчас имеем к Кириллу и Мефодию отношение, я думаю, подобающее им, как действительно отцам и учителям славянских народов, создателям азбуки, создателям литературы на славянском языке, и хотелось бы, чтобы не только Кирилл и Мефодия помнили наши дорогие современники, как отцов нашей культуры и письменности общеславянской, но и их учеников. Климента, Наума, Горазда, Ангеляра, ну и всех прочих. Вот о них, я думаю, мы обязательно сделаем еще встречи в рамках нашего цикла «Святые славянских стран между Востоком и Западом» и поговорим о том, кто же на самом деле создал кириллицу, и без кого бы наша письменность и культура не была бы такой, какой она стала. Помимо Кирилла и Мефодия, но и об их учениках обязательно поговорим. Ну и, конечно, небольшой анонс. 19 января на Крещение вечером, по нашему церковному календарю Крещения, в рамках цикла «Святые славянских стран» состоится встреча с автором книги «Святые жены Сербии». Ермонахом Игнатием, фамилию я забыл. Шестаковым. Пожалуйста. Шестаковым. Шестаковым, да. Ермонахом Игнатием Шестаковым из Срединского монастыря. Он не просто религиозный деятель, он и историк, и, сколько я понимаю... Словист. Словист, да. Словист. Поэтому книга, которую он написал, она не столько даже, может быть, церковная, строго церковная, сколько общекультурная для всех нас, чтобы мы познакомились с таким явлением, как «Святые жены Сербии». Вот 19 января всех вас приглашаем к нам на онлайн-беседу с Ермонахом Игнатием Шестаковым. А нашим сегодняшним гостям огромное спасибо. Видите, мы думали, что мы в полтора часа уложимся, а в итоге 2 часа 10 минут говорили. Короче говоря, нет предела совершенству. Спасибо большое вам за столь подробный и интересный рассказ. Много нового я для себя узнал. Спасибо большое зрителям за интересные вопросы. И будем рады снова увидеть всех вас в рамках проекта нашего центра. Всего доброго. С наступающим Новым годом и Рождеством. Спасибо, спасибо, Иван. Спасибо, Антон. Спасибо. 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 Продолжение следует...